научиться прощать. Особенно как простить человека, который сделал вам много-много зла, который вообще добро вам ничего не сделал, и как простить его? Как в нем рассмотреть образ Божий? Мы же все по образу Божию созданы. Ну как? Мы не знаем как. Как научиться прощать? Следует понять, что человек – это шедевр Бога. Бог не делает ширпотреб. Он не штампует людей. Он каждого человека создает индивидуально. Каждый человек – это неповторимый шедевр. Он по-своему хорош. Одному человеку, знаете, может, один шедевр нравится, другой – другой. Там, не знаю, как у композиторов. Кто-то читает «Реквием» великим произведением Моцарта, кому-то там другое что-то нравится. У каждого свои вкусы. Но это не умаляет шедевральности вообще произведений. Но человек, вот тот же самый, не знаю, Моцарт, тот же самый Лев Николаевич Толстой, тот же самый, не знаю, Леонардо да Винчи, Микеланджело, они творили шедевр. Не каждое его произведение было шедевром. А у Бога каждый человек – шедевр. Но почему же эти шедевры так плохо себя ведут? Почему же шедевры злятся, ненавидят, обманывают, предают, убивают и так далее? Почему так происходит? А потому что этот шедевр, он немножко испорчен. Весь мир немножко испорчен. Бог сотворил мир как шедевр. Но этот шедевр испортился. В самой шедевральности таилась такая мина замедленного действия. Бог наделил нас свободой, и эту свободу мы вправе использовать на то, чтобы совершенствоваться, и на то, чтобы... Простите, у меня опять что-то... Немножко сбивается связь VPN, наверное. Бог творит шедевры. Бог весь сотворил. Вот этот человек – это святыня. Святыня может где-то валяться в отхожем месте. Она может быть испачкана, но благодаря этому она не теряет своей шедевральности. Вот мы помните, например, вот Спас Звенигородский, да? Там осталась от лика только вот... Ну, только часть. Даже не полный лик остался, а сама фона уже нет. Но это все равно шедевр Андрея Рублева. Это все равно шедевр. Это не умаляет шедевральности, что от него мало что осталось. Да, многое отрезано где-то. Все, что угодно может быть, это все равно не умаляет шедевральности творения Божия. И вот если вы видите шедевр, ну, я не знаю, там какой-нибудь памятник архитектуры, старинный храм, там, не знаю, 4 века, там... И представьте, этот шедевр, который сотворил Бог, этот шедевр какой... Так, просто у меня тут вопросы уже пишут, опять не по теме. Давайте сейчас пока пишите вопросы либо по теме, либо буду отвечать только те, которые по теме. А видео с ответами и вопросами сделаю отдельно. Давайте, чтобы не сбивать меня. И вот какой бы этот памятник не был, как бы он не был разрушен, он все равно не теряет своей красоты. Даже на руины храмов, которые вообще руины совсем, всегда вот мы, например, едем по дороге в Волгоградскую область к маме, и по дороге раз смотришь какой-нибудь разрушенный храм, давай заедем, заехали, помолились немножко, походили, посмотрели вот на эту архитектуру, вот эти деревья растущие из храма. Там где-то кто-то там залез, нагадил, кто-то на стене написал неприличное слово. Да, это неприятно. Это неприятно, что там кто-то мусор туда выбросил, в окно храма. Но все равно же это святыня. А людей мы почему-то вот, если, а мы почему-то воспринимаем так, если там написано плохое слово, все, это уже место скверное, оно осквернено, и все, надо ходить и плевать в него. Да нет, конечно, так же и человек. Да, он осквернен. Он осквернен злобой, ненавистью, в силу каких-то непонятных нам причин. Почему так? Может быть, просто этого человека никогда никто не любил в жизни. С детства он увидел только злобу, насилие и ненависть. И как он научится любить? Естественно, у него нету этого опыта любить. Я знаю, вот люди ко мне приходят и жалуются, говорят, все бы хорошо там, но любить не умеет человек. Он женился, а, говорит, жену не люблю. Ну, хорошая жена, все замечательно. Вот не люблю ее, и все, потому что у меня нету, у него нету вот этого. Я говорю, а тебя дома родители любили? Он говорит, у нас таких отношений сложные с родителями, и в итоге никто никого не любил. То есть человек не умеет любить. Если он не научился любить, то все, он же несчастный человек. Никто не хочет быть злым, вы поймите. Никто не хочет творить злобу произвольно. Каждый хочет себя оправдать, даже злой человек. Мы всегда пытаемся себя представить хоть как-то лучше, чем есть на самом деле даже, потому что никто не хочет быть подонком. Никто. И никто не хочет делать зло произвольно. Он всегда делает зло под видом добра, потому что мы все как вот обманываемся. Мы часто обманываемся. Мы видим мир искаженным, не таким, какой он есть на самом деле. Но Бог же желает того, чтобы мы научились видеть в нем вот этот шедевр Бога, что Бог его сотворил. Он сотворил его не таким испорченным. Но я говорю, если на храме написано неприличное слово, это не значит, что в этот храм можно плевать и заходить, использовать это как нечистое место. То же самое с человеком. Если он осквернен, если он завален грязью, нечистотами, это наоборот, это все равно остается святыней, это все равно остается шедевром. Его хочется наоборот очистить, чтобы, как вот Бог хочет каждому спастись и прийти в познание истины. Вот представьте, что должен сделать сын-наркоман перед любящей матерью, чтобы та от него отреклась. Он будет выносить, не знаю, телевизор вынесет из дома, пропьет. Он будет воровать деньги из кошелька матери, последнюю пенсию. Она все равно будет ходить. И, я говорю, в тюрьме служу. Там сидят рецидивисты. Там девчонки, которые уже сидят не первый раз. В основном вот 228 наркотики. И сидят наркоманки, да? А матери, там откуда-нибудь из Серпухова, а то и со Владимира какого-нибудь, приезжают туда вот с этой сумкой-тележкой на колесиках и приносят какие-то передачки туда. А там еще, во-первых, надо на электричках, там они мотаются не пойми сколько, потом на автобусе доехать, и потом в горку. По сути, по трассе, там тротуара нет, там идешь, тебя машины грязью обливают, еще километра два пройти туда, до самой колонии, с этой огромной сумкой-баулом, которую она несет, чтобы накормить вот эту девочку, эту доченьку, которая вынесла из дома все, что можно было вынести. И она уже который раз приезжает в эту колонию, чтобы ее накормить. То есть невозможно сделать что-то, чтобы мать отреклась от ребенка. Поэтому, как через пророка говорит, оставит ли мать ребенка своего, и не помилует ли исчадие чрева своего. Но если она оставит, я не оставлю, говорит Господь. Господь не оставляет никогда, потому что мы его чадо, мы его дети, мы его шедевры. И Богу обидно, когда мы из шедевра, там, шедевру усики подрисовываем, да, портим его, пытаемся как сделать лучше, а в итоге мы портим этот шедевр. Бог не этого желает от нас. И вот если мы начинаем видеть в каждом человеке вот этот шедевр, вот этот образ Божий, мы начинаем отделять грех от грешника. Грешник, это вот как мы все с вами, это вот каждый человек. А грех, это то, что его насилует. Грех творит насилие над человеком, и он заставляет его делать то, что он не хочет. Если с этого ракурса смотреть, вы не будете никого, вы перестанете ненавидеть, перестанете злиться, вы научитесь прощать, потому что жалко каждого человека. Потому что он не хочет быть плохим. Вот поверьте мне, никто не скажет, что я хочу быть плохим. Каждый хочет быть добрым, хорошим, милостивым, умным, положительным. Но вот не всегда получается. Так, давайте я поотвечаю на вопросы по теме, хорошо? Осипов разуждал, что муки не вечные, мог ли Бог создать людей, зная, что огромное количество людей будут вечных мучений. Их продолжение снизу. Цитировал апостолов, некоторых святых отцов, которые утверждали, что не будет вечных мучений. Знаю, что вы, скорее всего, ответите, что не надо думать, вечные они или нет. Но я бы хотел знать ваше мнение на этот счет. Знаете, вообще неинтересно. Не то, что полезно, не полезно. Вечные буки, не вечные. Но, понимаете, мне тратить свою жизнь на размышления, насколько вечны будут муки, насколько велико милосердие Божие. Ну, я знаю, что велико. Если Бог меня терпит, это уже о многом говорит. И до сих пор земля не разверзлась и не поглотила меня. Ну, какая разница? Я не знаю. Вот этот вопрос настолько неважный, настолько бессмысленный, что, кажется, отвечать на него нет смысла. Как научиться прощать таких людей, как насильников? Вы поймите, насильника самого изнасиловали. Его изнасиловал грех. Он самый несчастный человек. Насильник не может любить. Вы понимаете? Человек, вот представьте человека, который же не может любить. Какое зрелище еще более несчастное вы можете увидеть, чем человека, который не умеет любить? Все. Да не дай Бог так. Вот знаете, у меня был период, ну, такой период цинизма такого в юности, ну, подростковый, да, вот поздний подростковый период, уже там юношеский такой, лет, наверное, до 20, там с 15 до 20. И у меня период был, я перестал любить. Я перестал влюбляться в девчонок. То, знаете, там влюбишься в одноклассницу, ну, никак это не проявляется, просто как думаешь о ней иногда, так вот, вот, размышляешь там, придумываешь, что вот я бы, вот бы она сама мне написала записку, и вот как-то вот мы стали бы дружить, да? Дальше это никуда не заходило. А тут просто перестал любить, перестал влюбляться. И до этого я писал стихи много, музыку сочинял там что-то. А тут все, у меня творческий кризис, я ничего не могу, потому что не можешь любить, не можешь и творить. Это даже вот, ну, я говорю, вот в контексте простой влюбленности. Ну, и вообще при этом очерствение такое чувствует человек, это вот, это все несчастье, это ад. Ад – это место, где нет любви. Поэтому, простите, как вот, как понять, если он сам уже несчастный, сам уже страдает, более того, как пишут психологи, там, социологи, что в основном насильники – это те, которых самих в детстве изнасиловали. Психика у них сломалась, они уже за себя не отвечают. Вы же, вот у меня собака, она возьмет, меня поцарапает. Вот просто она приходит, я прихожу, она радуется, она подпрыгивает ко мне, прыгает, и вот у него когти, особенно, когда когти не подстригли вовремя, она начинает прыгать, и лицо, у меня все руки поцарапаны, и все поцарапаны. Она не специально это делает. Она не может понять, что она просто выражает свои эмоции и не может с собой справиться. Также человек, понимаете, чем меньше человек любит, тем он слабее, тем грех более насилует его. Грешник, насильник – это человек, изнасилованный сатаной. И что, его и так насилуют? Да, вот он, он творит зло такое. Понимаете, прощать – это не значит попускать. Да, насилуй дальше. Нет, мы обязаны остановить грешника, если он творит зло для кого-то другого. Когда он сам для себя творит, мне без разницы. Я не пытаюсь человека остановить. Вот, например, там, не знаю, говорят, воюют против гомосексуалистов. У меня к гомосексуалистов никаких претензий. К гомосексуализму, как к греху, много претензий. Но к самим гомосексуалистам нет никаких претензий. Мне их жалко, потому что сами на себе срам делают, как апостол Павел говорит об этом в послании к римлянам. Сами на себе творят срам, но они сами от этого страдают. И мне жалко их, но заставлять их насильно не творить этот грех, насильно там через какие-то манипуляции заставлять их отказаться от этого, заставлять насильно людей избавиться от наркотиков и алкоголя, насилие, я считаю, что здесь неприемлемо ни в какой форме. грех надо ненавидеть, а грешника надо любить. Это вот аксиома христианская. Поэтому, если вы это поймете, то вам легче будет прощать насильников, убийц, но вот так. Понимаете, как вам сказать, как простить человека? Это представьте, что вас поставили судьей, на страшный суд привели, и вы будете, вы будете судить людей. То есть, и в вашей силе отправить человека в рай или в ад. То есть, дать человеку, и вот если ваша судьба в руках человека, дать ему возможность покаяться, вот что бы вы выбрали? Чтобы Гитлер, Чикатило, там, Пол Потт, Мао-Дзедун, Сталин, кто там еще, вот, самые-самые лютые такие, там, маньяки, тираны, убийцы, там, Каллигула, там, кто еще, Нерон, вот, их взять, и в вашей власти дать им еще один год, что, но они в этот, или хотя бы один день жизни, чтобы они в этот день раскаялись, и Господь их простил, либо, чтобы сейчас же они пошли в ад. Понимаете, я был бы за то, чтобы они распокаялись, и пришли в познание истины. Я бы хотел, чтобы каждый последний грешник, познал Бога, и пришел в познание истины, и спас свою бессмертную душу. Какой бы он грешник не был, что бы он лично мне не сделал, пусть бы он меня там сто раз изнасиловал, убил, глаза выколол, руки отрезал, я не знаю, там, наплевал и нагадил, все же самые лютые вот оскорбления, самые лютые вот вещи, которые, пусть бы он моих детей убил бы, но выбор какой, либо он погибнет в аду, либо он спасет свою душу. Покается и спасет свою душу через покаяние. Я хочу, чтобы каждый покаялся и пришел в познание истины, чтобы все пришли к покаянию. Тем более, понимаете, святые и праведные не нуждаются в нашей молитве. В нашей молитве нуждаются грешники, чтобы Бог дал им еще один шанс, чтобы они все-таки наконец-то пришли в познание истины. Я прошу Богу спасти нас в России от нынешнего президента. Люди, голосуем за Надеждина, простите за призывы, но думаю, если все помолимся, то можем победить. Ну, понимаете, мой канал не политический. Знаете, спасти от действующей власти, от нынешнего президента. Что значит спасти Россию от нынешнего президента? Если вы считаете, что если вам не нравится правительство, ну, молитесь за них усиленно. Чем больше зла вы видите в ваших правителях, в вашем окружении, тем больше за них молитесь. Молитесь за правительство так. Господи, дай им мудрости и христианской совести. Господи, подай им мудрости и христианской совести. Очень тебя прошу, Господи. Вот молитесь усиленно за власти. Чем злее власти, тем больше они нуждаются в вашей молитве. Поймите, святым и праведным ваша молитва не нужна. Злым нужна ваша молитва. Пишу впервые, давно мучает вопрос, почему? Откуда у Адама Ева взялась дерзость на непослушание, если человек шедевр Божий изначально? Если человек в том-то дело, он шедевр, но вы поймите, совершенным может быть только Бог. Человек, он, понимаете, как им сказать, он еще не совсем шедевр. Человек максимально шедевральный, но у него есть возможность стать еще лучше и стать еще хуже, потому что совершенству нет предела. Человеку дана возможность уподобляться Богу, постоянно уподобляться Богу, становиться лучше, лучше и лучше, потому что как Бог стать невозможно. Бог – это бесконечность, это что-то необъятное, понимаете? И человек пытается, старается стать лучше с каждым днем, насколько у него это получается. А может сам себя испортить. То есть свобода воли – это вот в том-то и проблема в нашей свободе воли, которую дал нам Бог. Это можно стать и лучше, и можно стать хуже. Идеальным Бог не создает человека идеальным, потому что идеален только Бог, совершенен только Бог. И по априори творения не может быть совершения Творца. Вот в чем дело. Творение все равно не может быть совершения Творца. Вот в чем проблема. Ой, опять тут споры политические начались. Ой, давайте не будем. Так, 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 так. Давайте, пожалуйста, не начинать политические дебаты в чате. Очень прошу. Пессимист – это хорошо информированный оптимист. Ну, не понял, к чему это. Где пребывает душа человека после смерти до всего общего воскресения? Ну, знаете, ну, это немножко не по теме, но это спорный вопрос, потому что, с одной стороны, у нас есть притча о богатом Лазаре, где Господь говорит, что душа после смерти пребывает где-то на лоне Авраамовом, а душа грешника пребывает в муках. Ну, в иудаизме, в ранней ветхозаветной религии было понятие шеол. Шеол – это ад. Ад – это уже название греческое. Аид – ад. Поэтому пребывает или там, или там, но сложный этот вопрос. А, ну, тут противоречие именно вот притче о богатом Лазаре, что умер Лазаре и был отнесен на лона Авраамова. Какое-то лона Авраамова, значит, есть как, ну, не знаю, мне, честно говоря, этот вопрос не очень интересен. Что вы думаете насчет того, что человек понимает, что согрешил, покаялся, но не может сам себя простить? Что делать в таких случаях? Когда человек сам себя не может простить, знаете, что я советую? Если он покаялся, но долго не может себя простить, поговорить об этом с богом. И тут недавно общался, переписывались, мне подписчица одна писала, что после исповеди она не освободилась от греха. А когда пришла к покаянию, когда вот сама вот от всей души поговорила об этом с богом, грех отошел. И это действительно так часто бывает, что, чтобы избавиться от греха, от последствий греха какого-то, это надо взять, закрыться в комнате, выключить свет, встать на колени, или сесть, или встать, ну, как вам удобно, не знаю, как вам больше, чтобы настроить душу на это. И поговорить об этом с богом, не вставать, пока не почувствуете, что прощены. Вот по-настоящему, как перед любящим отцом стать, вот, как помните, притчу о блудном сыне, когда он, отец, я согрешил перед небом и перед тобой, и уже не достоин называться сыном твоим, но прими меня, как единого от наемников твоих. И вот, когда так, и вы уйдете усешенными, и отец заколет тельца упитанного, и будут есть, и веселиться, потому что сын мой пропадал и нашелся, погибал и вернулся живым. Поэтому вот попробуйте так помолиться. И человек может, а если вы, именно вина еще перед кем-то, перед каким-то человеком, не только перед самим собой, но перед кем-то, не позволяйте себя жалеть, не молитесь даже о себе, о своем покаянии, а молитесь за того человека, которому, перед кем вы виноваты. Да, этот человек вас простил, вы просили у него прощения, но чувство вины не покидает вас. Начинайте молиться усердно за этого человека. Пусть вас не уходит от этого чувства вины. Например, вина перед умершей мамой. И вы ходите и молите за нее, каждый раз, когда о ней думаете, когда чувство вины возникает у вас. Молимся за правителей, за власти, чтобы они понимали, наконец, принимали, наконец, то мудрое решение на благо России и народа. Как простить себя за допущенные ошибки? Ошибки, которые повлияли не только на себя самого, но и на близких, на их мечты и планы. Вот тоже, только что я на этот вопрос ответил. Только что один. Молитесь за близких своих и поговорите об этом с Богом. И не прекращайте разговор, пока не почувствуете, что прощены. Хочу начать читать Библию. В каком переводе лучше купить Библию? Ой, не знаю, именно Ветхий Завет имеется в виду, в каком переводе. Ну, посмотрите, если вы никогда не читали Библию, ну, вот, самый простой перевод, в котором легче всего читать, это перевод РБО-2015. Он написан простым русским языком. Новый русский перевод там. Ну, очень много переводов. РБО-2015 самый понятный перевод. Прям легче всего читается, легче всего понимается. Хотя многие пишут, исследователи, что там много недостатков все-таки в нем. Но мне понравился, как я не совсем там согласен, особенно в книгах Нового Завета. У меня есть там вопросы к нему, к этому переводу. Но, с другой стороны, я-то знаю, как это переводится. И там какое-то слово непонятное. Я смотрю, ага, вот здесь он перевел не так, как в Синодальном, не так, как переводит Десницкий, не так, как переводит Косян Безобразов. Так, а как в греческом оригинале? Посмотрел, как это слово переводится? А, вот так-то и так-то. Но это все-таки для профессионала, так сказать. Все же период РБО-2015 и вполне хороший перевод. Мне очень нравится. По-моему, есть беседа обзор духовной литературы. Там, кажется, я говорю о переводах Библии, если не ошибаюсь. Может быть, и не там. Не по теме. Почему нельзя молиться за других, если слаб еще духовно? Правда ли, что его грехи как бы и твоими могут стать? Нет, неправда. Категорически нет. Кстати, отец Андроник, монах Андроник Иссофон, он тоже самое говорил. У него даже есть беседа об этом. Он говорит, что это чушь полная, что чужие грехи мы берем на себя, когда за людей молимся. У меня есть отдельное видео «Как молиться за близких». Вот, посмотрите, там я об этом и говорю, что я молюсь за всех. Я не вижу проблемы, почему за кого-то нельзя помолиться. Наоборот, если вам жалко человека, как за него не помолиться? Ну как? Как не помолиться за человека, если вам жалко? Понимаете, даже если говорят, я возьму грехи на себя, и что, меня Бог за это накажет, что ли, или как? Отлучит от любви своей за то, что я помолился за человека, за то, что мне его жалко. Он пьяница, спивается вообще. Мне жалко его. Он душу свою губит. Он находится в блуде, там, не знаю, убивает, ворует. Как? Жалко же этого человека, он гибнет. Бог над ним трудился, а он гибнет. Неужели не жалко? Неужели вам не хочется за него помолиться, чтобы Бог дал ему спастись и прийти в познание истины? Я не крещеный. Скажите, как вы считаете, нужно ли креститься полным погружением? Если да, то получается, нужно прямо искать храм с соответствующим оборудованием. Вы знаете, я сам крещу полным погружением и взрослых, и детей. Ну, как бы не принципиально, это вопрос. Если, допустим, крестится ребенок, например, года три, которого уговорить нельзя, я его крещу обливанием. Ну, это в крайнем случае, там, ну, чтобы не нервировать ребенка, или когда об этом просят родители, тогда могу крестить обливанием. Но опять полным обливанием, не просто там мокрой ложкой по лбу три раза стукнул. Хотя меня самого крестили обливанием. Просто даже я не раздевался, так мне вот сюда на головку воды полили три раза, и так. Но я не считаю, что свое крещение недействительным. Я все равно верю, что мое крещение действительно более... Ну, если бы оно было недействительным, то те крещения, которые совершил я, были бы тоже недействительны, понимаете? И литургия, которая служила бы я, тоже была недействительна. Но, как я могу считать, свое крещение недействительным, когда Дух Святой сам показал мне действительность моего крещения. Поэтому желательно, но не обязательно. Я думаю так. Хотя сам я всегда крещу полным погружением, чтобы не было людей смущения после этого. Потому что многие потом начинают смущаться, а вон на Афоне вообще не признают крещение обливанием во многих монастырях. так. Не знаю, как-то попроще надо. Так, но я не согласен со многими церковными уставами. Но это нормально, понимаете, как вы хотите сразу со всем согласиться, просто заочно. Я, например, не согласен с тем, что у нас церковь крестит за деньги. Мне не нравится торговля в храмах. Мне не нравится отсутствие обратной связи, когда до батюшки достучаться невозможно на приходе, что он где-то вообще там небожитель и без бангарыча к нему не подступишься. Я не согласен с тем, что у нас часто на приходах делят людей на богатых и бедных. Богатые там с настоятелем в трапезную идут, а бабушки там вон вы идите там на улице чай пейте. Вот эта вот элитарность мне не нравится. Много мне что в церкви не нравится. Некоторые уставы, с которыми я не согласен. Есть даже святые в святости, которые я не могу поставить для себя образцом святости, хотя они канонизированные вполне. То есть со многим мне не согласен. Просто, знаете, в таком случае вам хорошо бы встретиться, найти такую общину, где вас могут выслушать, где вас сразу не закидают камнями, если вы скажете что-то такое, что кому-то может показаться там неприятным или лишним. Найдите такую среду, найдите такой приход, и тогда вы сможете пообщаться, высказать свое мнение, вас выслушают, постараются там ответить на ваш вопрос. Такие храмы есть. Можно ли строить воскресенье, стирать воскресенье, богословите, спаси Господи. Можно? Вы что стираете? Машинка стиральная стирает. А вы это забросили в машинку, она стирает. Что там стирки-то? Посмотрел видео архимандрита Феогноста Пушкова. Я тоже во многом не согласна с тем, что он говорит, но почему-то он кажется таким интересным человеком что-то есть. Да, мне очень нравится отец Феогноста. Я планирую с ним видео о литургии, о божественной литургии. Понимаете, вот истинно. Мне, знаете, то, что когда я впервые столкнулся с Феогностом, он, по-моему, меня в черный список добавил, что-то поругались с ним сильно. И мне вот подумалось, что вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Можно во многом с ним не соглашаться, но он может иногда, ну, человек очень эмоциональный, часто не сдержанный, но он иногда может, он искренний человек, мне кажется. Мне кажется, искренним верующим человеком, очень прямым, недостаточно дипломатичным, наверное, кому-то может показаться его поведение хамским, но мне почему-то он очень близок, я не знаю, как объяснить. После кораблекрушения выжили двое детей, выросли, стали мужем и женой, родили ребенка, брак не разрегистрирован, естественно. Получается, в блуде жили? Нет, почему в блуде жили? Понимаете, формальность, что является браком. В разные периоды истории браком считались, разный подход к браку был. В Священной Римской империи, если не помню, в каком, в законах тоже, в сводах правил и законов Священной Римской империи, там считалось, если женщина провела под крышей мужчины три дня, она автоматически считается его женой. В какие-то времена просто был, надо было провести обряд какой-то, чтобы перед обществом взять, обязать за эту женщину, все объявить перед всем обществом, и эта женщина моя жена. и по-разному было. Потом во времена синодальный период у нас брак заключался в церкви, только в церкви она функции ЗАГСа выполняла, то есть венчание и это являлось и браком. В советский период отделено был церковный брак, был гражданский брак. Гражданский брак заключался в ЗАГСе, а церковный брак заключался в церкви. В храме в чин-венчании когда происходил. Не знаю, мне кажется, это тоже все формально. Кстати, до середины, в общем, до 19 века венчались только очень знатные люди, дворяне, а крестьяне простые не венчались. Ну, или до 18 века, не помню до какого. Венчание уже не было так распространено. А сейчас венчание, потом в 19 веке это стало прям нормой, обязательством. То есть, невеченных браков не было практически. Так вот. Ну, и здесь я не вижу проблем, почему в Булуге жили, если они на необитаемом острове, если они были верны друг другу. Если у них детки, ну, как, не является Булудом. нужна ли генеральная исповедь? Первая исповедь была лет 9 назад. Да нет, у меня есть видео, называется «Исповедь и покаяние», там тоже я рассказываю смысл, есть ли смысл генеральной исповеди. Мне кажется, нет никакого смысла. Почему винят только женщину, что она вывела из рая, хотя она взята от Адама и все унаследовала от него генетически, даже не послушание. А мужчина раз послушался жену изначально ведомой. Ну, не заморачивайтесь, не заморачивайтесь. Почему женщину винят? Это просто, понимаете, женщину винят слабые мужчины. Вот женщина виновата. Да, ну, при чем здесь женщина? И мужчины, и женщины. Нет, во Христе нет ни мужского пола, ни женского, но все едины во Христе Иисусе Господе нашем. Почему женщина виновата? Ну, так вот объясняется, что вот женщина первую в первую. Женщина вообще, знаете, как просто мужчина с женщиной, они по-разному устроены. Знаете, что могу сказать? Мужчина более рассудочный. Женщина, у женщины эмоции впереди идут, у мужчины разум. Вот, если мужчина поддался эмоциям, это для него двойной грех, потому что с него больше спрос, потому что у него он более рассудительный должен быть. Так. Человек не шедевр, не венец творения, человек ошибка вселенной, человек настолько эгоистичен, что выдумал Бога, который обязательно должен его любить и за него умирать. ну нет, человек это шедевр, вы зря так. Человек это вот просто это целая вселенная, это целая вселенная, это что может творить, ну вот смотрите, музыку Баха послушайте, ну вот кто может создать такую музыку? Ну вот как это? Как вот ты слушаешь, а тебе вот, знаете, как вот, ну как вот, ну вот все чувства возникают, ты как будто ешь что-то вкусное, как будто ты вот, ну вот наслаждаешься какой-то радостью, просто от музыки, а просто какие-то сочетания каких-то нот на разных инструментах сыгранных. Ну, как такое может быть? Ну, видите, значит, если человек умеет сам творить шедевры, значит, он сам шедевр. Придумал Бога. Нет, знаете, опыт познания Бога, он... Вообще, любое наше познание, оно тоже условное. Вот вы видите, вдалеке самолет летит. Вам он кажется вот таким. Но вы понимаете, что это обман зрения. То есть, зрению своему не надо доверять. И вы эмпирическим путем пытаетесь себе объяснить, что это на самом деле самолет, он огромный, а нам он кажется таким вот маленьким. Потому что наше зрение устроено так, оно искажает пространство. То есть, многое, что нам кажется на вид так, а это даже зрение нас обманывает. То есть, увидеть тоже недостаточно познать. Познание чувствами. Чувства тоже часто обманывают. Знаете, как девочка там все время говорит, ой, я влюбилась на всю жизнь. Я всю жизнь буду ему верна. А проходит неделя, она и забыла этого мальчика, в которого там влюбилась. Или киногероя, в которого она там влюбилась. Нет, вы не правы. Я не думаю, что человек очень эгоистичен. Человек очень разный. Человеки, люди бывают такие жертвенные, идеалисты, как Индира Ганди, как доктор Лиза. Я говорю просто о таких людях. Не говорю о христианских святых, я нарушено. Я говорю именно о таких вот людях, которые могут отдать себя, пожертвовать своей жизнью ради спасения других, которые там, я не знаю, как этот армянин, мастер спорта, который в Ереване, когда в реку упал автобус с детьми, он нырял туда, пловец, он нырял и вытащил почти всех детей. И он потом заболел, у него там, в общем, отморозил все, что только можно отморозить, но спас множество детей. Он, кстати, на Олимпиаде в Сочи он нес факел, и он упал с этим факелом. Помните, сколько хейтов было? О, кого-то поставили, который упал с этим факелом. А то, что он был инвалидом, потому что он отдал себя, отдал для того, чтобы спасти столько людей, не жалея своей жизни, просто бросить спасателей детей. Это вот многого стоит. Сейчас, подождите, выпущу. Собака просится на улицу. Поэтому, не знаю, я очень люблю людей, мне очень нравятся люди. Может быть, у вас просто хорошие люди во мне не попадались. Можно ли причаться в храме атмосфера и священник, которого мне, честно, не нравится, но не нашла пока в новом городе храм по душе? Да можно, конечно. Просто смотрите, исходя из той ситуации, в которой вы попали. То есть, конечно, идеально, когда вы нашли для себя идеальный храм, где приход единомышленников, где священники, которым просто сердце открывается сразу, где все вот идеально. Но идеальное, как вот, знаете, как женщины можно только родить самой. Нет, там тоже идеальный ход можно самому только создать, максимально как вот. И то, даже я вот старался, стараюсь создать идеальный приход, и у меня все равно не получается. Я бы хотел вот здесь получше сделать, вот здесь, здесь, но пока у меня не получается. Поэтому пользуйтесь тем, что есть, исходя из того, что есть. Это не Бог создал человека по образу и подобию своему, а человек создал Бога по образу и подобию своему. Нет, я не согласен с вами. Ну, как просто, знаете, спорить с вами, кто создал Бога, человек создал Бога или Бог создал человека, ну, бесполезно, потому что я вам доказать вряд ли что-то могу. Невозможно доказать бытие Божие. Как я могу сказать, что вот я опознал Бога? Ну, вот, мне открылся Бог, да? Я не могу это объяснить другому человеку, как мне открылся Бог. Насколько я опознал Бога? В какой мере я опознал Бога? Я не знаю, не могу это сказать, понимаете? Я объяснить словами не могу и доказать не могу, потому что Бог говорит с каждой душой на своем языке. Смертные грехи – это какие? Ну, грехи, рождающие смерть, это, ну, самые тяжкие грехи – убийства, там, супружеские измены, воровство, там, предательство, отречение от веры, ну, там, насилие, там, ну, вот такие вещи, ну, это, мне кажется, ясно. Гордыня, богохульство, там, не знаю. Добрый день, моя мама живет с младшим сыном, он наркоман, она переживает, плачет, кричит, сказала не вмешиваться, ведь ему 45 лет, и он делает это добровольно, может ее, может ее ударить, правильный ли совет? Вы знаете, все-таки посмотрите, почитайте литературу о наркозависимых, там есть еще такой термин со-зависимость, посмотрите видео, ролики, то есть, о наркомании, то есть, как бороться с зависимостью, как проблемы вот этих со-зависимых, потому что вполне возможно, что ваша мама со-зависимая, и она невольно своим поведением провоцирует сына на употребление наркотиков. Невольно, не специально, потому что у нее тоже болезнь, такая со-зависимость, это часто бывает, когда в семье были кто-то там, папа, например, алкоголик был у нее, то есть, ваш дедушка, поэтому всякое может быть, именно это надо, этот вопрос надо именно изучить, это, этим занимаются много-много специалистов, и очень много книг об этом написали, это обратитесь и слушай к специалисту, хорошо? Почему христианам не рекомендуется слушать современную музыку, поп, хип-хоп и так далее? Я не знаю, кому не рекомендуется, ну, кому не рекомендуется, кем не рекомендуется, понимаете? Христианство, оно очень-очень большое, православие очень-очень большое, здесь где-то кто-то, вот я знаю, есть, знаете, как батюшка, как, я не помню, как его зовут, Вонька, иди сюда, что ты там взяла? Ой, а, эту ешь, на, ешь, грызи, это твоя грызулька, и есть батюшка-рэпер, я не помню, где-то в Чебоксарах, кажется, не помню, как его зовут, он сочиняет рэп, очень-очень такой, интересный, я-то рэп вообще как-то не понимаю, но говорят, знатоки, верующие люди, священники, говорят, что очень такой, такой серьезный, серьезная музыка, такая интересная, не знаю, я разную музыку слушаю, но я больше люблю, я люблю Баха, вот, мне нравится Бах, ну, это сейчас, а так вообще, я там и Пинк Флойд мог слушать, и Лед Зеппелин, и, не знаю, Шевчука, там, какой-нибудь Цоя, Гребенщикова, не знаю, джаз, джаз люблю, там, сам люблю, блюзики такие, на фортепиано играть иногда, я не знаю, это просто, православие очень разное, кто-то категорически запрещает любую музыку, вот, например, кальвинисты, вот, Жан Кальвин, он вообще запрещал любую музыку, вообще любую, какая бы только, какая бы ни была, даже церковная музыка была, был запрет на церковную музыку, если не ошибаюсь, но я считаю, что культура, пусть остается и музыка, и поэзия, и художественная литература, почему бы нет, просто музыка, она тоже разная, безвкусная музыка, когда есть, когда, например, ну, там, как называется, попса, ну, это просто, знаете, это, ну, безкультурия, мне кажется, это как-то уж, ну, просто как, ну, просто безкультурия, это бескусица, только из этих позиций, а религиозное какое-то содержание, вкладывать в это, нет, не вижу смысла, человек имеет все, что имеет Бог, он вложил в людей, все в людей, такую красоту, фантастическую, просто бери и расти, и развивайся в Господе, ну, не сказать, что все, что имеет сам, потому что Бог совершенно, совершенно, говорю, творение все равно не сможет быть таким совершенным, как совершен творец, моя тетя обиделась на меня, потому что я ее дочери наркоманки сказал, не приходить к моим детям, я виноват, должна, виновата, должна извиниться, нет, я бы тоже, наверное, не позволил дочери наркоманки приходить к детям, все-таки, тоже побоялся бы, нет, не стоит, ну, а что тут извиняться, ну, может быть, тоже у вашей тетки проблемы, там, с созависимостью, кто знает, ну, обиженных воду возят иногда, просто зашла сказать спасибо за ваш труд, так-то это, благодарю, где ваш приход, в какой день лучше приехать, чтобы лично с вами пообщаться, очень надо, мои приходы в городе Дмитриеве, Московской области, по будням я служу в городе, в городском храме, Троицкий храм города Дмитрово, на улице Пушкинской, я обычно в четверг, пятница, суббота обычно служу, по воскресенью служу в Скорбящинском храме, села Пересветово, Дмитровского района, но если что, напишите мне там, не знаю, в Телеграм, или ВКонтакте, или в другой соцсети, напишите мне, свяжитесь, я скажу, ну, скажете, что вот я в такой-то день хочу приехать, я просто, мне надо тоже все равно как-то регламентировать, у меня бывает в этот день там служба там, потом отпевание, потом причечение, так там кого-то соборовать буду, и куда-то бывает просто чисто физически не могу уделить вам время, поэтому напишите лучше заранее. Господь сказал, что Царствие Божие внутри нас есть, зачем строится столько храмов? Господь в Ветхом Завете сказал, что воли его не было на строительство второго храма Соломона. Сколько храмов? Не, ну, мы же где-то должны, верные же где-то должны собираться для преломления хлеба и для совместной молитвы. Ну, вот где нам собираться? Я, ну, естественно, нужно какое-то помещение. Ну, в хлеву, в гостинице, ну, просто современная традиция в том, чтобы мы строили именно храмы, вот какой-то. Сам храм – это просто камни, это помещение, где собираются люди. Святыни в храме нету, вот как таковой. В самих стенах нет святыни. Они святы только молитвой нашей, нас верных, они этим освящаются. Сами стены не освящают ничего. Бог не в рукотворенных храмах живет, понимаете? И просто нужно место, где мы собираемся. Ну, вот не хватает места. Хотя, знаете, трудно сказать, что не хватает. Может, в городах не хватает, да, в спальных районах городов там реально не хватает места. У меня вот сестра живет в железнодорожном, он говорит, у них вот в храм, они люди, вот по воскресеньям, чтобы причаститься, дети, детей причастить, они, мы, говорит, мы не в храм даже войти невозможно. Просто нет места, нельзя. Мы на улице стоим, и там вот приходят динамики, потому что не хватает просто людям места по воскресеньям. А у нас, вот у меня храм в Пересветово, большой храм, прям как городской такой. И вот, ну, по воскресеньям собирается 50-60 человек. То есть, а вмещает он, то есть, он даже на большие праздники на десятую часть не заполняется. Даже на десятую часть не заполняется. Туда, не знаю, там человек 800 влезет, а собираются 50-60. Ну, на Пасху, может быть, 100 человек соберется, но это все равно, это, понимаете, это, он может быть в 10 раз меньше. Ну, вот нам достался такой храм от наших предков, у которых была такая необходимость. Что теперь с ним делать? Ну, что с ним делать? У меня было где-то видео, называется «Чемодан без ручки». О сельской проблеме сельских храмов. Вконтакте, кажется, он есть. Посмотрите, пожалуйста. А еще есть видео, называется «Забирайте наши храмы». Посмотрите, если интересно. Отец Александр, как вы в прошлых стримах говорили, что дети не отвечают за грехи родителей. Просто многие говорят, что грехи матери, ее влудливая жизнь сильно сказывают на ребенке, на его здоровье. Нет, знаете, смотрите, грех, он очень заразен сам по себе. То есть, когда мы делаем грех, этот грех мы можем заразить им. Например, если в семье все алкоголики, они пьют, 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 ребенок видит этот грех с детства и сам становится, чаще всего, становится алкоголиком. Мы часто такое видим. В семье наркоманов дети тоже становятся неблагополучные. Родители социопаты, и дети, скорее всего, тоже будут социопатами. Это просто они заразились грехом. Они не отвечают за этот грех. Они не будут на страшном суде отвечать именно за этот грех. Естественно, Бог их будет судить, исходя из того, что им дано. Кому много дано, много спросится. Кому мало дано, мало спросится. Преподобный Даниил Скидский, он рассказывал такой сюжет. В один город пришел корабль работорговцев. Он торговал невольниками, рабами. И в этом городе жила благочестивая женщина. Она накопила немножко денег, говорит, вот я одна живу, вот она накопила немножко денег, выкуплю девочку, рабыню, и воспитаю ее как родную дочь в вере и благочестии. И вот она, она приходит на этот корабль, и увидела, там было две девочки, родные и сестры. И она, у нее хватило денег только на одну. Она одну выкупила. А вторую выкупила и воспитала в вере и благочестии. А вторую девочку выкупала блудница, проститутка. И с детства воспитала ее проституткой. И вы думаете, Бог одинаково будет судить этих двух девочек? Нет, конечно. Так что грехи, просто мы заражаемся грехами других. Но знаете, кстати, как мы заражаемся? Мы заражаемся через осуждение. Осуждая грешника, мы заражаемся его грехом. Если жить среди грешников и не осуждать их, то это нам никак не повредит. Наоборот, это сделает нас святыми. После распятия Господа нашего завеса в храме раздралась. Почему у нас закрыты все время врата и приносятся какие-то жертвы? Ведь они больше не нужны. Главная жертва уже принесена. Знаете, мы поговорим об этом в стриме с отцом Феагностом, Пушковым, как раз-таки вот об этом вопросе царских врат, почему они закрыты всегда. Это русская традиция. Грехи служат с открытым царским вратами. Вообще, зачем нужен иконостас? О проблеме иконостасов мы тоже поговорим. Там очень много вопросов по этому поводу. Отец Феагност, человек все-таки образованный, и он объяснит с огромным багажом знаний. И он с точки зрения истории, церковной истории, с точки зрения литургики, объяснит значение всего этого. Приносится жертва бескровная. Вы поймите, Господь сам принес себя в жертву за наши грехи. И он, взяв хлеб, преломил, сказал, ешьте этот хлеб, и это есть тело мое. За вас ломимое восставление грехов. Взяв чашу с вином, благословил, протянул ученикам своим и сказал, пейте из этой чаши все. Эта чаша есть кровь моя, нового завета. За вас и за многих и произливаемое восставление грехов. Сие творите мое воспоминание. Каждый раз, когда ешьте хлеб, и чашу с ее пьете, смерть мою возвещаете, воскресенье мое проповедуете. Кто будет есть тело и кровь мою, тот будет иметь жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день. Ну вот Господь сам так сказал. Мы делаем, как нам сказал Бог. Можно, конечно, эти слова понимать аллегорически, ну, я не вижу причин понимать их аллегорически, хотя церковь на протяжении всех-всех веков на протяжении понимала это именно буквально так. И апостол Павел это подтверждает. И первые христианские апологеты это подтверждают. Там, не знаю, Иустин Мученик, и Полит Римский, не знаю, все-все ранние авторы, Тедахе тоже самое, это подтверждают. Скажите, пожалуйста, ведь иконы изначально были созданы как аналоги книг к священному писанию для обучения людей, а сейчас культ иконописи – это похож на идолопоклонство. Нет, он не был как… он не создавался как аналоги книг. Это, кстати, неправда, это фейк. Детки, выпустите собаку, пожалуйста. И создавался это уже позже. Вот именно как картины их начали рисовать, сюжетные иконы стали рисовать уже позже гораздо, когда вот уже начали храм расписывать, фрески появлялись, там мозаики. Это уже позже. Иконы нет, они появлялись как-то логично. Ну, не знаю, для меня это не проблема. Ну, иконы помогают вам молиться? Молитесь. Не помогают? Ну, молитесь так, просто закрыли глаза и молитесь без проблем. Если вам помогает, когда лампадочка горит перед иконкой, перед иконой там лик Спасителя, понимаем, что вот Бог воплотился, Он стал одним из нас, Он стал изобразим, потому что Он стал человеком, то есть Он стал изобразим. И мы обращаемся к иконе, мы же не перед иконой молимся, просто она нам помогает возносить имя, возносить сердце к Богу. Но опять-таки, то, что я говорил, по мере духовной жизни, возрастания в духовной жизни, необходимость в символах уходит на второй план. И костыли уходят. Костыли, бывает, ненужные ходунки, маленькому ребеночку нужны, а потом уже они не нужны, бывает. Вы сможете молиться и без икон настроиться на молитву. Хотя иконы я вообще люблю. Фактически такой вот радость испытываю. Ну, то, что в сознании многих людей это превращает в долопоклонство, ну, знаете, говорит, люди извращают все, любое писание можно извратить людьми, и любую практику церковную можно извратить. Многие там причастия считали, как волшебную пилюлю. Причастия давали, скотину причащали, так, чтобы она не болела. Брали с собой причастие домой, и потом причащали скотину, чтобы она не болела. Такая традиция была. Почему сейчас вот ложками причастия дают в рот сразу? Чтобы они потом скотину не причащали. Ну, люди такие с языческим, магическим сознанием. Но это проблема нас, священников, потому что мы плохо занимаемся проповедью, мы не занимаемся просвещением, и поэтому люди скатываются туда, в язык. В Ветхом Завете вот являлись пророки, и народ уходил опять, выдало, начали есть идоложертвенное, приносить жертву, и ваалу своих собственных детей, и остарьте там, служить вот этим, в этих священных рощах, там поклоняться этим идолам. И приходит пророк, и начинает их трясти, будоражить, опомните, что же вы делаете. Все, опять они опомнились, покаялись, все. Проходит какое-то время, и опять они туда уходят. Вот это народное благочестие, оно скатывается всегда в язычество. Это народное благочестие. Но приходят вот такие духовные люди, пророки, и люди с даром духовного рассуждения, духоносные, и они начинают будоражить людей и вытаскивать опять из пропасти. А это язычество люди называют традицией. Мы так выкли, это наши традиции, так что ничего тут не надо менять, не лезьте со своими порядками в наш беспорядок. Я всегда была атеисткой, недавно пришла к вере. С мая читаю Библию, но иногда не могу избавиться от скептических взглядов на написанное. Что делать, подскажите. Не сомневается только жизофреник. Во-первых, очень хорошо, когда у вас есть какая-то среда, где вас могут выслушать. Когда не закидают вас тухлыми помидорами за какой-то скептический вопрос, даже провокационный, найдите такую среду, найдите такую общину, где вам будет легко, где можно не стесняться, и задавать вот эти провокационные вопросы, сомнения, которые вас беспокоят. Но не на все вопросы вы сможете найти ответ. Некоторые вопросы надо задавать напрямую Богу. Сомневаться – это нормально. Не сомневается только жазовреник. Помните об этом. Задавайте вопросы Богу. Задавайте вопросы людям, которые могут вам на них ответить. У меня, например, множество таких вопросов, на которые Бог мне пока на них не ответил. Сомнения там, что касается священного писания, что считается церковных традиций. Много вот сомнений. Но они живут во мне, они мне не мешают жить христианской жизнью полноценной. И если случается, вот человек, вот сейчас будет встреча с отцом Феогностом Пушковым, вот ему я могу задать вопросы касательно того, что меня вот смущает. О своих смущениях ему высказать. Потому что он человек образованный, человек начитанный, эрутированный. Он может, возможно, на многие вопросы мне сможет дать ответ. То есть попадается человек такой сведущий, я его сразу заваливаю вопросами. Если нет, они у меня лежат где-то в папочке с запасными файлами там где-то. И при случае я их достаю, когда появляется возможность задать эти вопросы. Поэтому не смущайтесь. Это нормально сомневаться. Сомневайтесь и не бойтесь скептически относиться ко всему, что вы читаете. Не просто заставлять себя, ломать себя и заставлять верить во все, во все, во все. Вплоть до того, что там, я не знаю, что наш цадик переплыл Дунай на носовом платочке. Как часто нужно причащаться, если ведешь духовный образ жизни? У меня был разный опыт частоты причащения. В основном я причащался каждое воскресенье всю свою сознательную, ну, всю свою церковную жизнь лет с 20. Но пробовал реже причащаться, был кризис у меня такой, пробовал чаще, и в итоге я пришел к тому, что надо причащаться на каждой божественной литургии. Если выносится с чаша, для кого-то-то она выносится. Если Господь повелевает, со страхом Божиим верой приступи. Почему я не приступаю? Если Господь говорит, примите, едите, если есть тело мое, за вас ломимое в оставлении грехов, пейте от нее все, если есть кровь моя за вас и за многих при изливании в оставлении грехов. Если Господь призывает меня, почему я отказываюсь? Вы представьте бы, апостол Петр сказал, нет, я не буду причащаться, я недостоин. Но это было бы как-то, ну, нелепо, кажется. А почему вы отказываетесь? Это та же тайная вечеря. Вы здесь, в Сионской горнице, присутствуете. Почему отказываетесь? Я не понимаю. Но у меня есть беседа о Евхаристии. Видео называется «Беседа о Евхаристии». Там подробно этот вопрос разбираю. Посмотрите, пожалуйста. Как бороться с неведанными магическими действиями? Я не знаю, что вы имеете в виду под этим. Очень сложно понять, что именно вы хотите этим сказать. Но, возможно, вам поможет видео о ненавидящих, завидующих и злословящих. У меня видео есть на канале. Посмотрите, пожалуйста. Скажите, есть ли у вас толкование 108-го псалма? Псалом направлен на человека или бесов? Так, сейчас, сейчас, 108-й псалом, это, сейчас, 105-й, это 15-е кофизма. Сейчас посмотрю, как там. Ну, это надо, надо, надо смотреть. Я сейчас просто на память. А вот у меня псалтиль здесь есть. 15-е кофизма, апсалом, я наизусть-то не помню все. Ну, тут, понимаете, тут некоторые вещи есть пророческие, которые говорят о Христе. Понимаете, у каждого текста есть множество разных толкований. Есть прямое толкование, есть аллегорическое толкование, есть много отсылок к другим, то, что исполнилось. Тут, тут каждую строчку надо объяснять все-таки. У меня толкования нет. Я не занимаюсь экзегетикой, как правило. Ну, редко, очень мало экзегетических у меня там проповедей таких. Это не моя специфика. Этим очень хорошо. Я знаю, что вот отец Константин Карипанов, он занимается как раз экзегетикой. Это его тема. Мне кажется, у него просто лучше это получится, чем у меня. Поэтому я лучше направлю к нему. Ну, если у меня видео о псалтире, там я объясняю, как понимать псалтирь. Посмотрите, пожалуйста, как аллегории псалмов не понимать вообще. Бонька, обязательно тебе надо влезть. Обязательно, да? Собака. Надо влезть в кадр. Вот, конечно же, как же без тебя? Тут снимает что-то без Бонни. Что там? У них ухо. Все, давай, давай, иди, Бонька, уходи, иди, 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 иди. Собака, все, подожди. Так, скажите, пожалуйста, есть ли в наше время пророки? Как думаете, может ли пророк открывать грехи человека в собрании? Закон и пророки до Иоанна, а с нынешнего времени Царство Божие благовествуется, и употребляющие усилия восхищают его. Ну, так сказал Господь. Закон и пророки до Иоанна. Возможно, дар пророческий, это по сути, Бонька, пророческий дар это по сути дар рассуждения, дар духовного рассуждения. Человек, имеющий дар духовного рассуждения, он вполне может, он вполне может, он отчасти пророк, отчасти пророк поэт. Поэты иногда просто так пишут, что просто думаешь, как же он так смог пророчествовать. Некоторые писатели могут быть отчасти пророками. Это сложный вопрос. А прям таких пророков, которые говорили, так говорит Господь, как правило, это шарлатаны. Я не встречал людей, которые, как вы знаете, вот рог Иеремии говорит, так говорит Господь. Господь. Бонька, так говорит Господь. Но никто пока так у нас не дерзнет говорить. А тот, кто дерзает, как правило, шарлатаны. Вот из моего опыта. Возможно ли пророчество сейчас сегодня? Наверное, возможно. Но я таких не встречал. Открывать грехи человека в собрании? Зачем? Зачем открывать его грехи? Ну, некоторые бывают, которые пытаются так вот делать. А там можно, знаете, можно понять. Пришел человек первый раз в храм. Ну, можно сразу же, если он опытный духовник, сразу можно примерно объяснить, какие у него грехи. На это приходит человек, и, как правило, ты знаешь заранее, что он тебе будет говорить, какие грехи у него. Просто из-за опыта. Ну, представьте, сколько людей были, сколько исповедей я принял. Ну, миллионы. Вот за... Хотя я служу, то еще 10 лет не служу, но уже миллионы исповедей принял. Ну, естественно, опыт уже какой-то есть, и уже можешь понимать как-то, даже там по глазам видно, что за грехи у человека, что у него за проблемы часто. Ну, не всегда, но часто. А если человек там 30 лет служит священником, и миллиарды людей поисповедовал, то, конечно, уже у него... у него все это гораздо проще. Гораздо проще бывает. Но это не пророчество. Иконы еще были образами, картинами для неграмотного темного народа, которые тогда были очень нужны. Во что верить показывали. Нет, там немножко по-другому было. Вы... Это у нас на Руси, да, возможно, это так было. Но в Византии, во-первых, народ там был немножко образованней тогда, когда вот иконопись зарождалась как таковая. и... Нет, это немножко другое все-таки. Интересно, священник слушает исповедь или думает о своем во время исповеди? Конечно, слушает. Конечно, слушает. Слушаешь, стараешься подсказать, помочь что-то где-то. Ну, просто иногда, знаете, иногда чувствуешь, что человеку не надо ничего говорить. Иногда это чувствуется, ты понимаешь, что ему не нужен совет, ему нужно просто выслушать. Я просто выслушаю и молюсь за него, за этого человека. Вот пока он говорит что-то, я мысленно молюсь. Обычно приходит человек, я у него спрашиваю сразу, как вас зовут? Он говорит там, допустим, он говорит, Ксения. Хорошо, я начинаю молиться. Вот говорит, что ты это Ксения, а ты про себя, Господи Иисусе Христе. Спаси, помилуй работу твою, сестру мою, Ксению, и помилуй меня грешного. Вот стоишь, сидишь и молишься усиленно вот так за нее, Господи, помоги ей, вразуми ей, прости все ее согрешения, вольные и невольные. Вот начинаешь молиться так, и все. И иногда Господь подсказывает, что сказать, иногда не подсказывает, молчишь тогда. Что принести на отпевание? Умерла женщина, которая, как и я, ходила в воскресную школу для взрослых. Не знаю, а что приносит? Ничего, мне кажется, не приносит на отпевание. Сердце свое принести надо, и все. Так, моего брата Романа в августе 14-го осколком убила в спальном районе Донецка, когда Рома возвращался домой с работы из шахты. Царство небесное, работа на Божьем Романа. Почему вы тогда не призывали к миру? Почему я не призывал к миру? Призывал, конечно, призывал. С чего взяли, что я не призывал к миру? Зачем вы на меня клевещете? Призывал и призываю к миру. Я всегда призывал к миру. Как бы там ни было, я всегда призываю к миру. И тогда, и сейчас. Ну, не знаю, я тогда как раз я писал очень много об этом. Я не был тогда просто так популярен, наверное, что ли. У меня писал что-то ВКонтакте, тогда я соцсетями мало пользовался, но опять говорил и писал об этом активно, мне кажется. На человека наведена магия, как бороться. Посмотрите видео моё, называется «О ненавидящих, завидующих и злословящих». Там подробно этот вопрос разбираю. Так, как прощать и не сломать себя? Прогибаться под наглецов – это хорошо? Нет, вы понимаете, что значит прощать себя? Просто не очень, наверное, понимаете смысл прощать. Прощать – это не значит попускать зло. Где вы видите, что зло можно остановить, останавливайте, если это может кому-то другому повредить. Если мне вредит зло, я, честно говоря, ну вот, допустим, там, избили меня, да? Мог бы я написать заявление. Ну, написал я заявление, ну, чтобы, как вам сказать, ну, как-то в воспитательных целях, чтобы как-то немножко оградить свою семью от этого. Больше даже не для себя, но семью. Ну, я не настаивал, потом все это спустил на тормозах. А если других надо защищать, себя не надо защищать, мне кажется, так. Мне кажется, Евангелие именно об этом. Себя защищать зачем? Поэтому, так. Помните этот... Как же там... Три мушкетера нашу, помните, экранизацию? Там песня была. Господь, ты видишь это тело, там уже в нем был наглец, и нет его, его ты создал не умело, но дал мне шанс исправить дело, хоть право я не дуэлянт. И там еще другое. Что-то... Ну, а наглецы несносны... Что-то как... Ладно, забыл уже что-то там это. То есть, у нее там много тоже такой темы. Но... Ну, как, понимаете, прощать не надо себя ломать. Если вам жалко человека, себя понуждать надо, а ломать нельзя. Ну, как-то жалеть людей, которые творят зло... Знаете, я не могу объяснить, как это. У меня пока не хватает слов, не приходит ничего в голову, как это объяснить. Потому что я внутри чувствую, как это делается, а объяснить, как это все происходит, на самом деле я не могу. Слов не хватает. Не значит прогибаться под наглецов. Оставляя... Ну, смотрите. Господь Иисус Христос прогибался под наглецов. С одной стороны, Он позволил себя распять, да? Он не сопротивлялся. Он не позвал 12 легионов ангелов, которые бы заступились за Него. Он не позволил апостолу Петру, ударить мечом, да? Он сказал, спрячь меч твои в ножны свои. Видите, как поступал? Также там первомученик Стефан мог бы убежать. Нет, он позволил себя побить камнями за веру. Сложно, сложно как-то сказать. Не знаю. Мне сложно. Я не могу объяснить, как это. Я понимаю умом, а выразить словами не могу. И ни молитвы, ни обращения к священникам меня не воспринимали всерьез. Мне не помогли. А, вот, простите, это я половину прочитал. А, и так, что касается магии. Посмотрите, пожалуйста, видео о ненавидящих, обидящих, злословящих. Там я все подробно разбираю. Батюшка, то есть, если у нас в храме малыша крестили только поливая голову, то таинство совершено? Я смущаюсь. Да, меня крестили только поливая голову. Меня так крестили. Понимаете? Меня крестили поливая голову. Мое крещение действительно? Да, вполне крестили, действительно. И я вижу, что Дух Святой об этом свидетельствует. Который, который, ну, я, ну, это, ну, вот, я ощущаю так же, как свою веру. Так, в Евангелии от Луки Отче наш приведено только до слов «Избавь нас от лукавого». А у Матфея есть весьма важное прибавление, и приведено до слова «Аминь». Почему мирянам дается и во многих молитвах применяется вариант Луки о заблагослужении с прибавлением до слов «Аминь». И читается прибавление только священникам. Это очень странно и непонятно, с прибавлением до слов «Аминь». А у меня есть как раз беседа на молитву «Отче наш». Там как раз я объясняю. Во-первых, в Евангелии, в синодальном переводе, там вообще, в оригинале, в греческом оригинале, там все-таки вообще по-другому. Эти молитвы, молитва и у Луки, и у Матфея дается совершенно по-разному. А у Иоанна и Марка вообще она не приводится. Это говорит о чем? О том, что сам текст слов был не столь значим для наших апостолов. Как вам молиться? Молиться, что вам просить? Матфеев бол, лев в полной форме привел, а Лука короткий. Там нескольких строк нету у Луки вообще, не только концовки. Посмотрите видео, которое называется «Беседа на молитву «Отче наш». Как вы относитесь к лицам отца Иоаннария Ивлева? Ой, очень люблю. Отец Иоаннария Ивлев, я его просто… он такой умничка. Я прям всем рекомендую, я выкладывал даже у себя на странице его беседы на Евангелие от Матфея, на Евангелие, на апостольские послания на радио «Град Петров». У него замечательный перевод богослужебных текстов Евангелия и апостолов. Там тоже, не знаю, я очень люблю «Отца Иоаннария Ивлева, Царство Небесное». Просто это умничка, это, не знаю, мне кажется, гениальный библеист, наш современный, которого мы еще застали. Жалко, что у меня не удалось с ним познакомиться лично, очень его люблю. Я в подпоследствии начал учить древнегреческий, чтобы читать Евангелие без фильтрации переводов. Ну да, замечательно, это отлично. Сейчас переводов столько, что, в принципе, нужды изучать греческий-то и не этого, потому что переводов полно. Есть даже вот, как этот, экзегет, еще там, как не помню, называется-то, сайт, где каждая строчка, и там сразу все переводы, какие только есть. Кстати, очень хороший перевод сейчас опубликовал, ну, не на весь Новый Завет, по-моему, апокалипсис еще он не переводил, Андрей Десницкий. Очень замечательный перевод. Прям рекомендую. Так. А почему Господь сказал слуги первосвященника, что ты бьешь меня, значит, можно себя защищать? Нет, понимаете, он спросил, что ты бьешь меня, но он же себя не защитил, он же не ударил его в отместку. Поэтому это часто, вот этот момент часто приводит в оправдание тому, что заповедь о подставлении другой щеки, не действительно, потому что сам Господь это просто как притчу сказал. Оснований для этого нет. И вот этот момент не может быть противоречием или как-то отменять на горную проповедь. И как он себя еще защищал? Он здесь, видите, он не ударил в отместку, он не плюнул в лицо обидчику. Но он спросил так вот. И здесь вот немножко распоясняется, каким образом не дать себя опускать, как-то унижать. Вот как раз вот к вопросу выше, когда мы говорили о том, что как прощать и при этом не ломать себя. Я просто не могу выразить словами, простите. Я еще подумаю об этом, потом как-то пытаюсь об этом рассказать подробно. Все, что говорил священник, он не на исповеди, один в один. Но это говорит женщине секретарь, настоятеля храма. Это нормально? Ну, не знаю. Смотреть, какие у вас отношения. Если смущает вас это, то не разговаривайте с батюшкой. Если батюшка сразу передает себя другим. Я знаю, что случаи, когда батюшки потом жене своей рассказывают все, что слышали на исповеди. Это тоже. А потом жена шушукается с кем-то, над кем-то смеется после этого. Это, конечно, недопустимо. Но, знаете, тоже бывает. У меня был случай, когда я в какой-то беседе, мне женщина писала в личку и там рассказала о проблеме. Духовной проблеме серьезной какой-то. И я старался, ну, я максимально старался, ну, чтобы как бы, чтобы ее трудно было узнать в этом. Но упомянул ее случай. Но это не была исповедь. Но мне все равно за это было стыдно. Потом еще тоже получилось, что эта женщина меня в соцсетях заблокировала. Значит, она, скорее всего, тоже это увидела. И ее это смутило. Я поэтому искренне прошу прощения. Я стараюсь никогда так не делать. Кстати, если говорю, привожу в пример то, что я слышал как-то на исповеди или там в личной беседе или еще как-то. Я стараюсь это завуалировать так, что нельзя было узнать этого человека никак. Чтобы даже сам человек не смог себя узнать. Понимаете? Например, мне сказала женщина, а я говорю, что мне мужчина сказал так-то так-то. Я могу так вот сказать. И чтобы это было, чтобы это не смутило никого. Потому что очень обидно, когда ты в личной беседе священнику говоришь что-то, а он потом это транслирует на весь приход или на всю аудиторию. Как понять то, что Христос выгнал силы, менял из храма, хотя сам учил не противиться злому, любить врагов и так далее. То есть был совершенно несовместим с импульсивностью или насилием. А вот, кстати, вот момент. Господь проявлял какое-то либо насилие, какую-то либо резкость. В какой? Когда? Я сейчас объясню. Тогда, когда храм превратили в дом торговли, он говорил, дома отца моего не превращайте в дом торговли. Это раз. И второе, когда обличал лицемерие книжников и фрисеев. Он никогда не употреблял насилие по отношению к грешникам, к блудницам, к предателям Родины, к изменникам, к убийцам. Кому бы то ни было, никакого насилия ни к ним не прилагал. Вы заметьте. А ругал только вот книжников и фрисеев. И вот за лицемерие. На Моисеевом седалище сидят книжники и фрисеи. Помните вот это? Тех, кто сидит на Моисеевом седалище. Вот он их ругал. Вот он тогда только употреблял насилие. А блудникам, грешникам, к мотарям, к прелюбодеям. Никому никого не ругал. Никому никого насилия не проявлял. Поэтому, когда оправдывают насилие тем, что Христос изгонял кнутом торговцев из храма. Я говорю, ну выгоняйте торговцев. Если хотите подражать этому, выгоните всех торговцев из храма. Всех торгующих и покупающих он выгонял. Понимаете? Он и покупателей. А вы же покупаете в храмах? А чем вы лучше торговцы, тех, кто торгует? Вы покупаете, вы потворствуете тому, что покупаете у них. Так что это виновные и те, и другие. Что вам мешает просто так пожертвовать на содержание храма, чтобы платить за свет, чтобы содержать хор священников и уборщиц и так далее. Если самим лень храм, полы в храме помыть, в котором вы сами топчете. Ну, как-то... Зачем вам вот эти обязательно надо, чтобы свечечку купить, это написать, за денежки все купить, все продать? Не знаю, мне кажется, как-то это. Поэтому, если кто-то хочет оправдать насилие вот этими вещами, и вот этими словами из Евангелия, как Господь выгонял торговцев из храма кнутом, то все-таки начните хотя бы впрямую это исполнять. Выгоняйте торговцев из храма. Пожалуйста. Я не против. Бесполезно подставлять вторую щеку, когда тебе хотят снести голову. Зло после второй щеки потребует подставить и третью и так далее. Что вы предлагаете, Игорь? Что вы предлагаете отменить Нагорную проповедь? Ну, нет другого Евангелия для вас. Ну, напишите свое Евангелие. Зачем вам, если вы не согласны с Нагорной проповедью? Напишите свое. Так. Александр, пропустили сообщение выше на пять сообщений. Так, так, так. Я тут не найду теперь, простите, пожалуйста. Если что, дублируйте. Десницкий вообще крутой. Я вот не до конца понимаю, насколько сильна его вера. Что его не смутило все то, что он узнавал по мере своей специальности. Много кто смутился бы на его месте. Да, ну, Десница и большая умница. Мне нужно ломать себя, выискивая прощение для наглеца. Ломать себя нельзя. Понуждать на добро надо. Но ломать себя нельзя. Вы понимаете, если вы не можете кого-то простить, Ну, и не надо просто себя ломать, заставляя этого. Вы просто себя доведете до невроза. Зачем так делать? Просто подумайте, почему вы не можете простить. Подумайте над собой. Поищите, в чем причина. Не ломайте себя. Не надо пытаться просто силой взять вот это все через насилие. А пытайтесь, смотрите, идти как-то здесь не получается. Подумайте. Может быть, где-то в другом причина. А вот, знаете, вы идете вдоль стены. И вам захотелось за эту стену зайти. И вы начинаете головой биться в стену. Вы пройдите. Может быть, где-то там калитка есть. Не начинайте, не пытайтесь там все время эту стену головой пробивать. Посмотрите. Может быть, где-то там калитка, ворота. Или там окошко, в которое можно пролезть. Идите дальше. Просто попытайтесь решить проблему. Почему у меня не получается простить? Почему? Значит, я не вижу образ Божий в этом человеке? То есть, как объяснить? Хорошо. Мои эмоции. Эмоции, ладно. Потому что эмоции зашкаливают. Ты злишься на человека. Вот, например, как мать может не злиться на человека, который убил ее сына? Ее ребенка маленького. Она всю жизнь будет злиться при воспоминании об этом человеке. Но она должна понять для себя. Хорошо. Чего я хочу? Чтобы он мучился всю жизнь и в аду потом горел? Либо чтобы он покаялся, исправился, попросил у Бога и у всех, перед кем виноват прощение, и попал в рай. Вот так вот надо подумать об этом, поразмышлять вот как-то. И тогда, может быть, эта проблема решится. Но ломать себя не надо ни в коем случае. Ни в коем случае не надо потакать злую. Извините, иногда надо дать по зубам. Но в Евангелии я этого не вижу, чтобы надо кому-то давать по зубам. Защищая другого надо, но как-то зло надо все равно минимизировать. Просто если пытаетесь оправдать свое злобо, ну, с помощью Евангелия у вас это не удастся. Лучше ветки завет используйте. Молитесь за Светлану. Помоги Господи Светлане. Что чаще всего делают люди на отпевании очном? Что очень огорчает священника? Ну, я не знаю. В телефон разговаривают, телефон не выключают. Шумят, отвлекают. Ну, не знаю как-то. Понимаете, если вы приходите, если вы воспитанный человек, у вас этой проблемы не будет. Просто люди, когда тут проблемы не то, что незнание, а просто проблемы невоспитанности. Вот воспитанный человек, он пытается ставить себя на место другого человека. Он пришел, он пришел, ты приходишь в храм, ты приходишь для чего? Чтобы помолиться. Ты встаешь где-то, тебе не надо там ходить, что-то рассматривать. Вот началось богослужение, ты встаешь, глаза закрываешь, стоишь, молишь, слушаешь то, что читается, что поется. У тебя нет необходимости там ходить, правильно креститься, обходить там, там, там. Нет, просто у него человек есть необходимость только молиться. А если невоспитанный человек, он будет там ходить по храму, шуметь, там людей толкать. Ну, это просто невоспитанность. И по телефону разговаривать во время богослужения. Но это не только во время богослужения, это в любом нормальной обстановке. Знаете, когда где-нибудь в общественном месте, там, в автобусе кто-нибудь громко разговаривает по телефону на весь автобус. Ну, не всем интересно, что он там, что у него за дела. Вы же, когда разговариваете по телефону, возьмете телефон потихонечку. Да, мам, привет, да, 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 да. Мам, давай я тебе позже перезвоню, потому что я здесь в автобусе, чтобы не мешать никому. Давай, мам, я приеду, перезвоню тебе. Вот так, потихонечку, чтобы никому не мешать. Ну, это просто элементарная воспитанность. Или, не знаю, сидите в театре, в кино и начинаете там болтать с кем-то. Или говорить по телефону. Это, конечно, будет очень многим мешать. Поэтому, или там пакетами шебуршать. Ну, вот просто ставьте себя на место другого человека, и все. Скажите, пожалуйста, а в тех храмах, где вы сейчас служите, стоят ценники? Вы не настояте, насколько помню, но с ним, наверное, обсуждали это. Да, в тех храмах, где я служу, стоят ценники. Я не настаиваю, понимаете? Я не пытаюсь сразу что-то менять. Это не в зоне моей ответственности. То, что в зоне моей ответственности, я делаю. То, что не в зоне моей ответственности, меня не беспокоит. Меня это не беспокоит. Я за это не отвечаю. Хотите торговать? Торгуйте. Это ваши проблемы. Вы перед Богом будете за это отвечать. Но я за это отвечать не буду. А вы хотите, отвечайте. Нет, какое дело. Это мне неинтересно, это все. Понимаете? Есть ценники. Есть там все, как это... Ну, единственное, что у нас таинства нет, ценников на каких-то таинствах. Там крещение, венчание, отпевание, освещение каких-то там вещей. Там дома, квартиры, машины, там, не знаю, крестика. Кто сколько хочет, столько жертвует, кладет обычно в кружку для пожертвований и все. И я даже этого не касаюсь. Вот там было отпевание. Они говорят, батюшка, а вот там сколько? Я говорю, ничего, это нисколько не стоит. Они говорят, ну а как же? Я говорю, ну если хотите пожертвовать, вон там есть кружка, ящик для пожертвований. Можете кидать туда, сколько считаете нужным. У нас вот так вот. А свечи и записки, там, книжки какие-то, они платные. Там стоит ценник, столько-то стоит. Но это меня не касается. Может ли священник причащать больных неверующие и не ходят в храм? Речь идет о больничных часовнях. Ведь исповедь там проходит формально, а причащать неверующих раньше разве можно? Да нет, конечно, как можно неверующего причащать? Ну там сложный вопрос. Но вы откуда знаете, верующий он или нет? Поэтому если вы считаете неверующим, то может быть он по-настоящему верит. У него вера такая, что горы переставлять может. А если нельзя ломать себя и принуждать, то как мне приучить себя к молитве с утра и перед сном? Я говорю не по правилам даже, не про правила даже, а просто про личное обращение к Богу. Стыдно, но часто ленюсь. Смотрите, важно принуждать себя надо. Царство небесное нудится. Приходит человек в спортзал первый раз. И сразу начинает, сразу на все группы мышц. Сейчас вот это, вот это, вот это. А потом все лежит в лежку. А грамотный спортсмен, он придет. Так, сегодня делаем спину и ягодицы. Хорошо. Вот эти упражнения. Так, мне надо три подхода. По столько-то там, то-то, то-то. Все вот так-то делаю. Хорошо, следующий день, значит мне так, через два дня я приду и буду делать на трисепции, я не знаю, верхнюю часть спины и так далее, на шею. Вот и так далее. То есть, там, следующее потом на пресс и вот на это. И, то есть, он знает, как это делать. Он постоянное усилие, постоянное небольшое усилие всегда больше и более полезно, чем рывки. Рывки в духовной жизни не полезны. И вот ломание себя, это тоже рывки. Понуждая себя надо, но не ломать ни в коем случае. Как о святке. А в моем храме в воскресенье весь приху положил, допуская, что это просто у этого прихода сложилась такая традиция. Так какая разница, кто, когда класть земные поклоны. Хотите класть земные поклоны? Кладите. В любой день. Неважно, какой день. И есть традиции такие, что там даже, не помню, какое апостольские правила, что ли, или правила Первого Вселенского Собора. Говорят, чтобы было единообразие на все субботние воскресные дни, всю Пятидесятницу, на светлые седмицы, на святках, там еще на большие праздники и по празднеству, не класть земные, избегая, то есть отменять коленопреклонений, не совершать коленопреклонений. Вот так там написано. Ну, кто-то кладет, кто-то нет. У нас, например, Владыка Ювеналий даже на Пасху перед причастием клал земной поклон митрополит, который меня рукополагал. Ну и что? Поэтому, понимаете, если вас заботит, что кто-то другой кладет или не кладет поклон, или исполняет или не исполняет что-то, значит, проблема в вас. Вы можете класть, можете не класть, но вас не должно это беспокоить. Или, говорит, вот, они, когда говорят, помолитесь оглашенные, они крестятся, а нельзя креститься. Ну, пускай они крестятся, вас это беспокоит, меня это вообще не беспокоит. Или, говорит, оглашенные главы, вашу голову преклоните, а не преклоняют, как будто они оглашенные. Вас реально это беспокоит? Меня это не беспокоит. Если это меня напрямую не касается, это меня никак не беспокоит. Меня немножко беспокоит, когда шумят в храме, когда просто ведут себя невоспитанно. В храме шумят очень там. И то, когда дети шумят, меня особо это не беспокоит. Я как-то абстрагируюсь, меня это не отвлекает. А вот когда взрослые начинают болтать, пакетами шебуршать самые ответственные моменты богослужения, это меня отвлекает, да, и поэтому это мне немножко не нравится. Ну, и то так, я, знаете, спокойно к этому отношусь. А то, что меня напрямую не касается, ну и ладно, мне-то что до этого? Я выгнала трёх котов токсикоз после родовой период. Очень стыдно за это переживаю. Что можно сделать? Я не знаю, правда. Я не знаю, правда. Как с токсикозом, конечно, что тут поделаешь. Но куда-то пристроить, может быть, жалко. Потому что, как этот Экзюперий говорил, мы в ответе за тех, кого приручили. Поэтому я, знаете, я почему животных-то не хотел заводить. Вот эту Боньку-то завела жена. Она попросила, и дети попросили. Ну, я не стал противиться, не стал возражать. Сам бы я не стал заводить домашних животных именно потому, что если что случится, мне их будет жалко. Я не смогу их усыпить, да, отвезти, усыпить. Мне не хватит духу на это. Жалко будет их. Если будем куда-то переезжать, и собаку нельзя будет взять с собой, она будет старенькая, и мне ее будет жалко. И зачем тогда? Я поэтому не завожу, потому что мне будет жалко. Как, знаете, притчу такую, когда, говорит, встречаются два еврея, и один другому говорит, «Изя, это правда, что я слышал о тебе?» Он говорит, «Что? Это правда, что ты женился на русской?» Он говорит, «Да, правда. Ну зачем? Почему ты не женился на еврейке?» Он говорит, «Ну видишь ли, еврейки очень часто болеют». Говорит, «А что, русские меньше болеют?» «Нет, молеют не меньше, но их не так жалко». Вот здесь то же самое. Я не знаю, правда. «Пожалуйста, ваше мнение. Я, когда сама на службе в храме и молюсь за своих родных и близких, не подаю записки. А когда не могу быть на службе в храме, то подаю. Ваше мнение. Это моя гордынька?» «Да нет, я тоже не знаю. Я никогда не писал записки в храме. Я сам молюсь, потому что лучше нас самих, никто за наших близких не помолится. Вот никто не помолится так, как мы сами молимся за своих». Вот, кстати, есть очень хорошая практика на Афоне, я знаю, во многих монастырях. У них вот перед литургией читается третий час, на третьем части совершается простомидия, и потом там звук колокольчика. И чтец останавливается, и все начинают молиться. Священник там вынимает частицы из просвор, да, вот как обычно, со словами «Помяни Господи», «Помяни Господи», «Помяни Господи». Частицы вынимаются такими словами. И вот там это минут пять-десять идет вот это. В это время каждый начинает молиться за своих близких. И все. Замечательная практика. Я, честно говоря, я бы хотел такую практику ввести именно. Это было бы гораздо лучше, чем стопка записок, которую я читаю и не молюсь, по сути. Я как бы не пытался, у меня получается, либо читаешь записки, где там имена надо разбирать непонятным почерком написанным, либо молиться. Пробовал и то, и другое, вообще не получается. Мне друг, священник один, он рассказал, говорит, «А я делаю так». Вот стопка записок лежит, я вынимаю частицы, перекладываю записки, а сам не читаю, что там написано, имена не читаю, а просто молюсь про себя. «Господи, помяни всех, кто здесь написан, всех близких наших родственников, всех, кто здесь больные, кто несчастный, у кого там какие проблемы есть. Ты знаешь каждого проблему, каждого человека, каждое имя этого человека знаешь, Господи, и ты помяни их. Дай им все нужное для спасения, все, что приведи их к вере и познанию истины». И, говорит, молюсь своими словами, и, говорит, у меня прям вот действительно молитва идет, я от души так молюсь. Такая практика очень, мне кажется, вполне такая. Но она не по правилам, это с нарушением всех правил будет, но, мне кажется, она более правильная с точки зрения как-то Евангелия. Ну, мне так кажется. Она неформальная, но очень правильная. Я вообще никогда записки не писал. «Молитва и весь духовный труд – это понуждение, всегда напряжение, идти против лени и своей плоти. Если лень молиться Богу, то кто такой Бог? Волшебная палочка, слуга, исполнитель наших желаний и прощений». Нет, Игорь Каранденко, знаете, вы не правы, потому что постоянное напряжение – это тоже неправильное. Постоянное вот это внутреннее напряжение, ну, вы доведете себя до невроза, и потом будете срываться на всех, будете кричать, ссориться, и в духовной жизни не достигнете каких-то успехов. Важно в духовной жизни постоянное усилие, ровное, спокойное усилие. Вот кто бегал кроссы на большие дистанции, там, не знаю, там, ну, хотя бы 3-5-10 километров, бежишь ты вот эти 5 километров. Как надо бежать 5 километров? То есть выбираешь тот темп, который не будет тебе в тяге, в котором ты спокойно сможешь пробежать всю дистанцию. И все, бежишь без остановочки, спокойненько, не напрягаясь особо. Но ты пробегаешь всю дистанцию. Если ты возьмешь, говорит, все равно буду бежать изо всех сил, у тебя дыхание собьется, ты пробежишь 300 метров, и у тебя все отдышка, и ты остановишься, и в итоге ты не добежишь. Тебе нужен один темп ровный, которым ты можешь добежать всю дистанцию. И в духовной жизни то же самое. Надо бежать, вот как вот, чтобы хватило на всю дистанцию. Не рваться. И чтобы не было вот этих качелей, то подъем духовный, то полный упадок отчаяния. Нет, такого надо избегать. Постоянное, ровное, небольшое усилие. Без рывков. У Бога все дорого и дорогое, так что копим драгоценное на Царство Небесное. Да, Анастасия, замечательные слова. А как можно с вами связаться с Дмитрием Гладышевым? У меня друг Олег Гладышев, кстати. Со мной можно связаться в ВКонтакте, в Телеграме. Лучше в Телеграме со мной связаться. Напишите в обсуждениях, в любом комментарии, под любым видео, под любым постом на моем Телеграм-канале Александра Острадымова. Напишите, говорит, батюшка, как вам написать в личку? Я лично вам в личку отвечу, и вы мне можете там писать. Ладно? Интересно, что помешало найти, кому отдать котиков? Что вы достали? Этот человек и так мучается из-за этих котиков, а вы еще на рану соль сыпите. Не надо. Так. Видела в храме объявление. За разговоры в храме пропускаю со скорби. Мне очень помогло. Я так впечатлилась и запомнил, и стараюсь исполнять. Уж очень скорбеть не хочется. Это слова Мороси Оптинского. Как отличить бесновату от психически больного? Не знаю. У меня был пост, называется «Кликуши». Посмотрите, может, найдите «Кликуши». Там я привожу воспоминания этого самого отца Иоанна Розанова, кажется, из книги «Записки сельского священника». Спасибо Боже Вас, отец Александр. Кстати, иногда бывает просто очень сложно понять, где психически больную, где бесноватый. Чаще всего там и то, и другое смешано. В основном то, и другое смешано. И беснование, и психическое расстройство. Поэтому надо... Я со многим психиатрами разговаривал, что они мне говорят, что надо священникам, с психиатрами вместе работать по многим больным. Батюшка, просто меня направили в больничный храм на послушание. Ходим по палатам и записываем людей на исповедь и причастие. Но люди и правда неверующие. Как же их причащают? Ну, как? Что значит неверующие? Просто не ходят в храм постоянно, но спрашивают, если человек верит, что там истинное тело, истинная кровь Христова, они причащаются. Поэтому вы верите в Бога? Вы хотите... Может быть, кого-то не причащают, кого-то просто исповедуют. Они не готовы еще к причастию. Но просто спрашивайте, если они верят в Бога, почему бы им не встретиться с священником, если у них-то есть такое желание. Апостолы по всему миру уходили, чтобы встретить тех, кто хотят слышать Слово Божие. А тут люди сами записываются, чтобы послушать Слово Божие. Так. На Рождество привела деток на Всенышную, в родной храм. Посещаю больше 12 лет. Дети стояли в уголке возле елки. Дочке два года. Она часто задавала мне вопросы. Я старалась, чтобы она была тише, но не всегда выходила. Пару раз она уронила с елки пластиковый шарик и наделась снова. Все выжеперечисленное ввело в огне в церковную бабушку. Она сделала резкое замечание. Понимаете, у меня, если бы бабушка сделала в храме замечание, вот резкое замечание кому-то, я бы выгнал ее из храма. В храме дети могут делать замечания только их родители. И если ты такая нервная, пей успокоительно. Или молись дома, или приходи только к причастию. Ну, если такая нервная, если не можешь с людьми нормально уживаться. Детям я запрещаю делать замечания категорически. И у меня сестра воюет постоянно. У нее двойняшки, очень активные такие детки. И бабушки постоянно там в городе, в городском храме на них срываются, там делают замечания. Сестра у меня за детей горой стоит. Она говорит, ну, я ей совет такой дал. Сразу говорит, а у вас есть благословение настоятеля делать замечания в храме? Сразу спрашиваю, есть ли у вас замечания от настоятеля делать, есть ли у вас благословение от настоятеля делать в храме замечания? Если она скажет, есть, я говорю, как вас зовут, чтобы мне спросить личного настоятеля? Они боятся этого, поэтому так можно на место поставить. Просто надо с ними разговаривать, с храмами, надо разговаривать максимально вежливо и четко, без лишних слов, четко формулируя свои претензии. Почему в Евангелии... Есть, кстати, у меня видео, называется «О хамстве». Там я этот вопрос разбираю. Но сейчас немножко полегче стало. Сейчас уже гораздо меньше вот таких хамов, бабушек таких воинственных. Почему в Евангелии от Иоанна ни разу не говорится о покаянии? Как не говорится? По-моему, говорится. Не знаю, не знаю. Не обращал внимания. Если честно, у меня случился нервный срыв. Один из моих детей с неврологией. Они вели себя небезобразно, как обычные дети. Никому не мешали. Я не могу вернуться в мой храм из-за этого инцидента. Я понимаю, что просто не смогу вводить туда детей. Просто отец Александр... Простите, отец Александр просто крик души. Да, это проблема. Но сейчас гораздо лучше стало об этом. Гораздо проще и лучше. Поэтому... Поэтому... Обратите, все-таки... Мало таких храмов, где командуют бабушки. Истеричные, хамоватые такие. Потому что много бабушек у нас. Но приходят, например, знаете, какие их бабушки? Вот у нас бабушки... Вот сейчас вот две сестры особенно были. Они... Вот одна... Баб Таня и баб Вера. Вот баб Таня, она... Ей 101 год был, она умерла. Вот в прошлом году. А тетя Вера, слава богу, и жива. 94 или 95 лет сейчас ей. Знаете, какие добрые? Вот они приходят, когда... Детки приходят, местные детки в храм. И они сразу к этим бабушкам обниматься лезут. Настолько они такие хорошие. Они никогда никаких скандалов не поднимают. Они прям вот... Есть замечательные бабушки у нас. У нас в храме замечательные бабушки. Прям они там деткам конфеток надают. Они там сразу добрые такие. Прям настоящие верующие бабушки. У нас с этим как-то получше. Так. Расскажите, пожалуйста, об Иисусовой молитве. Ну, знаете, отдельное видео можно обознать. Но об этом слишком много говорят уже. И так много. И я... Хорошо о Иисусовой молитве я не расскажу. Я обычно посылаю к отцу Андронику с Афона. Монах Андроник, канал есть с Афона. Он у него... Я слушал, у него очень четко и правильно сформулированное учение о Иисусовой молитве. У него прям здорово. Просто так, как он, я не расскажу. Поэтому обратитесь лучше к отцу Андронику на канал отца Андроника. Он вам лучше расскажет здесь. О семейной жизни лучше я разбираюсь. Здесь вот мне... О организации приходской жизни лучше я разбираюсь. Это лучше ко мне. А что касается именно аскетики и умной молитвы, там Иисусовой молитвы, все-таки к нему лучше. Он лучше разберется. Так, а когда сходка? Пока не знаю. Все в жизни по промыслу Божию. Но вообще промысл Божий, он включает в себя и попущение Божие, и волю Божью. Иногда Бог что-то попускает, но любящим Бога все содействует ко благу. Достаточно любить Бога, и тогда все, что с нами не происходило, приведет нас к добру. Бог непрестанно печется, чтобы мы пришли к спасению и познанию истины к спасению. И делает все для этого. Даже какие-то скорби, которые происходят у нас, тоже могут привести нас к спасению, если мы любим Бога. Муж категорически против усыновления, а я боюсь последствий ЭКО. К тому же есть проблемы со здоровьем. Естественно, беременность невозможна. Мне 38. Батюшка, как быть? Ой, я тоже. Я, кстати, вот проблема ЭКО. Я небольшой специалист по этому вопросу. Мне кажется, это все равно уже какое-то, понимаете? Если, ну, теоретически, я не специалист, будут рождаться искусственным образом дети, то в конечном итоге мы перестанем, потеряем возможность, мы начнем дегенерироваться, у нас вот эти функции будут как-то, и мы перестанем зачинать естественным образом. Ну, как-то это, мне кажется, это уже теряет таинственность, когда происхождение жизни, когда это происходит вот так в пробирке. Ну, особенно, знаете, я вот там читал там Хаксли, там того же самого «Удивный новый мир», и там описывается вот это вот зачатие, постоянное вот это воспитание в этих особых домах воспитательных и отсутствие материнских и родительских инстинктов, вообще институтов семьи. это ужасно, у меня впечатление об этом очень... поэтому я против ИКО. согласиться усыновить кого-то, к этому надо, до этого надо дорасти как-то. Ну, мне сложно понять женщину, потому что вот мне, я же мужчина все-таки, вот просто я думаю, если бы у меня не было детей, я бы усыновил. Если моя жена не захотела бы усыновлять, ну, жил бы без детей, конечно. Вот у меня есть друзья, которым Бог не дал детей, и они не усыновили, они уже... Он священник, жена у него преподаватель в каком-то музыкальном училище, кажется. Композитор она там известная. И у них нет детей своих, но они всех себя отдают на служение Богу и ближним. Они просто полностью отдают себя. У них просто не дал Бог детей, почему-то вот не родились у них дети. И они отдают себя, вот ведут воскресные школы, там с детьми занимаются. Вот отец Сергий сам, он исповедует всю ночь. Обычно накануне больших праздников остается в храме на всю ночь, и он всю ночь там исповедует. Он в Красногорске служит, батюшка. Поэтому вот он отдает себя полностью на служение. Тоже замечательно, я считаю. Но мне трудно, понимаете, судить о другом человеке. Может быть, у вас это сильный болезненный вопрос лично для вас. Не каждому это дано. Если пара однополая, но стараются жить по-христиански, ну, кроме этого момента, церковь их никак не примет, получается, или это от священника зависит. Главное же, что они с верой во Христа... Да нет, мне кажется, ну, я бы не стал бы принимать человека, который живет так. Ну, потому что все равно живете в блуду. Проблема даже не то, что однополных связей, а проблема блуда. Что мы же, если вы живете в блуде, ну, зачем ты будешь причащаться, если ты живешь в блуде? Поэтому живи целомудренной жизнью. Даже если гомосексуальные наклонности, живи целомудренной жизнью, кто мешает. С другой стороны, просто я знаю, что бывают даже в церковной среде люди церковные, воцерковленные, живущие вот такой жизнью там блудной, и скрывающие это от священников, а иногда и свободноговорящие это. Ну, я бы не советовал человеку, живущему, практикующему гомосексуалисту, любому практикующему блуднику, приступать к чаше. Ну, я бы не советовал лично. Мне кажется, что это как-то неправильно. Не осуждаю людей, потому что сложно сказать то, что человек перебороть блудную страсть, это очень сложно, это очень тяжело. Только с помощью Божьей может это быть. Поэтому не осуждаю. Но поступок сам блуд осуждаю, естественно. У меня есть видео, называется «О целомудрии». Посмотрите, пожалуйста, там этот вопрос я подробно разбираю. Александр дважды продублировал вопрос с пометкой «Пропущено», но снова дважды пропустили. Я не пропустил. Я помню, вы сказали о том, что как прощать... Тут у меня просто вопросов-то много. Я ответил на ваш вопрос дважды. Вы сказали, вот можно ли ломать... Мне нужно ломать себя, выискивая прощение для наглеца. Я на этот вопрос два раза ответил. Просто вы не расслышали. Так, теперь опять буду искать, где я остановился. Внимательнее слушайтесь. Скоро просто. Вот так. Я молюсь в течение дня короткими молитвами по вашим советам. Но когда вечером молюсь отдельно подольше, не покрываю голову, значит грешу спасение. Да при чем здесь грешу? Вы что думаете, Бог без платка вас не услышит? Ну, там у апостола Павла, понимаете, там проблема культурологическая. Там не законодательная. Как вам... У вас платок сделает ближе с Богом. Богу сделает ближе. Ну, никак не сделает. Он у греков вообще нет традиции. И во многих западных епархиях тоже нет традиции. Моли в храме быть в платке обязательно. И ничего, нормально, Бог их слышит, и Дух Святой сходит на них. Нет, платочек вас не сделают ближе к Богу. И отсутствие платочка Бога не оскорбит. Поступки ваши оскорбляют. Когда вы злитесь, ненавидите, завидуете, обижаете кого-то. Вот это прежде всего. Как приучить себя регулярно общаться, обращаться к Священному Писанию? Как приучить себя? Ну, знаете, как дорогу осилит идущий. Просто начинайте читать, и все. Садитесь и читайте. Просто полюбите Священное Писание. Если у вас нет сил читать Писание, послушайте то, что вас вдохновляет на чтение Священного Писания. Прочтите что-то, не знаю, из чего-то легкого, но что настраивает на это. Вот если бывает у меня какая-то депрессуха, я не могу выбраться из нее, какое-то духовное яма. Начинаю тогда слушать что-то такое, знаете, там, не знаю, там, ну, например, там, какие-то лекции, которые не столько о духовной жизни, столько вообще об общецерковной. Не знаю, лекции Кураева, например, да, старые лекции Кураева. Вот послушал как-то, так, немножко вдохновился. Дальше можно послушать что-то более такое духовное. Какие-то проповеди послушал, там, не знаю, отца Петра Мещериного. Отец Петр Мещерин уже настраивает на чтение духовной лестературы. Дальше уже можно открывать Евангелие, Священное Писание читать, и книги святых отцов. И уже дальше можно молиться спокойно, когда так выбираешься из духовной ямы. Во время службы я поговорила с некрещенной женщиной, и тихо, которая хочет умзот суицида. Умзот? Умзот? Прости, не понял. Это плохо придумало. Которая хочет умзот суицида. Это плохо придумало. Простите, я не понял. Переформулируйте, пожалуйста, свой вопрос. Что такое материальный, матерный язык? Почему его никто не понимает? Не знаю. Батюшка, если спасение только в православной церкви, то как спасает Господь протестантов? Сама была протестанткой, но Господь привел в церковь. Ой, границы спасения, кто спасется, это не наш вопрос. Не знаю, я этот вопрос не ставлю никогда. Я не верю, что все протестанты, католики, армяне, все погибнут. Я не верю так. Я знаю, что Господь Христос Христа познает там. Вот я не знаю, этот отец Петр Мещерина переводит сейчас немецких пиетистов. Вот я читал Геркорда Терстегина. Я уверен, что он тоже знал Христа. Что Дух Святой действовал в нем. У меня такое впечатление создалось. Хотя он был летеранен. А когда дети по храму бегают и кричат, тоже нельзя делать замечания, если родители своих детей не успокаивают. Как в храме тогда молиться? Идите в другой храм, где нет детей. А вы что, вы имеете? Нет, смотрите. Или обратитесь к настоятелю на приходском собрании. Вот есть приходское собрание. Подойдите к настоятелю и говорит, батюшка, у нас такой вопрос. Давайте поднимем такой вопрос. Дети в храме мешают молиться. Как нам быть? Давайте об этом поговорим. Давайте, может быть, устроим детский уголочек, чтобы дети могли спокойно там сидеть, рисовать, которые не могут сидеть, гиперактивные. Или детскую площадочку на улице, чтобы они там могли, устроим дежурство, детскую комнатку отдельную какую-то, устроим дежурство, чтобы кто-то там по очереди дежурил, смотрел за детьми, чтобы мамы могли спокойно в храме молиться, не бегая к детишкам. Этот вопрос надо решать. А замечание делать, если вас, вам никто на это не поручал, все-таки, если вас община на это не уполномачивала делать замечание, не делайте замечание, иначе будете перед Богом за это отвечать. А если вы сделаете замечание как-то, ну, с раздражением, а человек обидится и не станет в храм больше ходить, вы будете на страшном суде отвечать за его неверие? И еще могу сказать, никогда никому не делайте замечание, пока не помолитесь за человека так, что сердце аж сожмется. Вот только тогда делайте замечание. Объясните, почему православные молятся святым? В Библии сказано, что надо молиться только Богу и молиться друг за друга, но не сказано, что надо молиться умершим. А у Бога нет умерших, все-таки поймите, что у Бога умерших нет. Бог не мертвых, но живых, потому что у Бога все живы, во-первых, поэтому у Бога все живы. Мы просим, вот смотрите, мне здесь просили, батюшка, помолитесь вот об этом-то. Мне часто пишут, говорят, батюшка, у меня сейчас очень серьезная проблема в жизни, помолитесь, хотя я вообще не святой, у моей жены спросите. И все равно, что все-таки по моим молитвам Господь как-то что-то помогает. И здесь тоже обращаемся к молитве. Но часто в народном сознании языческое понимание происходит святым, и они понимают, что так, чтобы дождь пошел, надо молиться пророку Илье. Чтобы там от зубной боли, надо молиться Антипипергамскому. Чтобы там, не знаю, голова прошла, надо молиться Казанской иконе Божьей Матери. Казанской Божьей Матери, вот так вот говорят. Вот это уже, конечно, языческий такой подход. Это уже язычество. А обратиться к человеку с молитвой, даже вот которая перед престолом Божьим предстоит. У Бога нет живых и мертвых. У Бога все живы. И я, нет, понимаете, я не молюсь святым практически. Вот потому что почитание святых, как говорит Григорий Богослов, состоит в подражании их жизни. Апостол Павел же говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу. И когда я обращаюсь с молитвой к святым, как правило. Вот, например, читаю книгу любимых каких-то авторов моих. Например, книгу Силана Афонского. Да, я когда читаю его. Вот я молюсь, к нему обращаюсь. Преподобный, очень Силан, научи меня тоже так же молиться, как ты молился. Научи меня так же любить Бога, как ты любил. Попроси Бога, чтобы Он мне открыл то, что открыл тебе. Я иногда так вот молюсь, обращаюсь как-то. Но, естественно, но это вопрос тоже очень сложный, потому что у меня нет четкого ответа на этот вопрос. Потому что у меня нет потребности обращаться к святым, лично у меня. Я обращаюсь с молитвой к Богу сразу же. Кто-то считает, что нет, значит, Бог слишком занят, и мы его, чтобы не беспокоить, будем обратиться к Николаю Чудотворцу и к Матронушке. Нет, это, конечно, абсурдно. Или, значит, Богородица нам ближе, поэтому обращаться будем к ней, а не к самому Богу. Ну как же, разве Бог не стал человеком? Бог не стал одним из нас. Разве Богородица умерла за нас? Нет, Господь умер за нас. Не во имя Богородицы мы были крещены, во имя Иисуса мы были крещены. Поэтому молимся, обращаемся к Нему, Он нам и так ближе, Он стал одним из нас. У меня нет необходимости молиться к святым. Если у кого-то еще такое сознание языческое, кому надо обязательно от зубной боли прочитать Акафис Антипе Пиргамскому, ну это, да, языческое сознание. Но не ругайтесь на людей так, не сердитесь на них. Пока такое сознание, потихонечку люди откроют Библию и познают Бога во всей полноте. Слава Богу, хоть так. Я думаю, вы напрасно боитесь ЭКО. С репродуктивным здоровьем все хуже с каждым поколением. Это просто способ лечения. Ничего античеловеческого или антихристианского тут нет. Нет, понимаете, проблема ЭКО в чем? Они работают не с одним эмбрионом, а сразу берут, оплодотворяют 10 эмбрионов. Естественно, 10 эмбрионов вы не будете себе подсаживать. Вы возьмете одного-двух остальных уже оплодотворенных эмбрионов, по сути, это уже люди. После зачатия это уже человек. Их выливают в унитаз. Людей выливают в унитаз. Для моего понимания это недопустимо. Я как христианин не могу это понять. Как получается, выльют в унитаз других эмбрионов. Если вы будете, конечно, всех эмбрионов. У нас в России этим не занимаются. Насколько я знаю, что всех эмбрионов вынашивать 5-8 вы не сможете. Вряд ли. Сразу же. Или вот тоже как. Они замораживают их, а потом куда-то, когда надо, размораживают и делают. Там где-то хранят. Мне кажется, это уже какое-то извращение. Простите уж. Не знаю. Я не могу. Я, конечно, не мать. Мне трудно понять все это. И не биолог, не эмбрионолог. Но я не понимаю это. Простите. После выхода из храма увидели, что у меня очень короткая стрижка и волосы крашены. Сказали, не должна этого делать. Мне 65. А муж просит красить. Делаю так ради него. Как быть? А кто вам указывает, как вам себя вести? Вашим украшением должно быть не золотые украшения, не внешнее плетение волос, а сокровенный сердце человека в нетлении кроткого и молчаливого духа. Апостол Петр об этом так говорит. А украшение, ну, одевайтесь так, как комфортно, к вашему мужу. Как вам самой комфортно, чтобы быть уверенной в себе, достаточно уверенной в себе. Потому что, вот правда, надели одежду такую, ну, достойную, хорошую. Вы, по крайней мере, будете нормально себя чувствовать, уверенно в себе. Потому что, когда у вас пятно на блузке, и вы идете, вас постоянно это беспокоит. Вы постоянно хочется его закрыть. Это постоянно будет нервировать вам. Зачем вам лишний нервоз? Сейчас нервотрепки и так хватает без этих вещей. Поэтому одевайтесь, стригитесь, краситесь, как хотите. А, смотрите, у меня жена тоже, у нее стрижка. Она здесь немножко состригла побольше. А тут вот так у нее, да? И волосы крашенные. И еще несколько сережек на ухе. Ну и что, в чем проблема? Я не вижу в этом проблемы. Ну, хочет она так, пожалуйста. Ну, нравится ей, пускай. И не вижу в этом никакой проблемы совершенно. Кто будет указывать, кому какие волосы носить? Не ваше это дело. Вот так им объясните. Не ваше дело следить за моей прической. Следите за своими детьми. Чего вы за мной следите? А то тут вот каждую бочку затычка. Обязательно надо прийти и сказать. Ты пострижешь неправильно. У тебя одежда не такая. Тебя что это беспокоит? Почему это вас должно беспокоить? Это моя проблема. Я сам с этим разберусь. Это грех? Нет. Почему тогда ты... Не надо. Резко бросил курить. Что делать? Я неадекватен. Ну, посмотрите, у меня это проблема химической зависимости, когда резко бросить. Просто, знаете, тоже я же не знаю, сколько лет вы курили, какой у вас стаж. Там очень много вопросов. Как бросить курить? У меня есть видео, как бросить курить. Посмотрите, пожалуйста. О трезвости тоже видео. Там тоже это может помочь вам. Хорошо. Ну, а так можно, понимаете, там тоже сбивается гормональный ритм. У вас там каких-то не хватает. Попробуйте обратиться к наркологу, если что. Он тоже может подскажет. Там какие-то таблетки, там. Я знаю, что вот после алкоголя, когда человек бросает пить, там ему назначают пить, чтобы... Еще какие-то там легче мог перенести вот это вот. Не знаю. Я не специалист, простите. Скажите, пожалуйста, что должен делать каждый человек христианин, если каждый день работы физически и обязательно ходить в субботу на вечернюю или причащаться каждое воскресенье. Ну, я не знаю, зачем. Понимаете, у меня отношения к всеночным такие. Всеночные, я не вижу у них смысла. Правда. Вот особенно так, как они устроены у нас здесь и сейчас, в них нет никого смысла. Это факультатив. Всеночные – это факультативное богослужение. Нет, я очень люблю всеночные, когда они построены правильно, когда они замечательные, где хороший хор, где чтецы читают каждое слово понятно. Но опять-таки, вот там, например, канон на 14 читается этот канон, где ни слова не понятно. Я не понимаю эту поздневизантийскую поэзию. Поэтому не знаю. Я не очень... А псалмы, когда поются, вот я очень люблю псалмы, библейские песни, там, ну, вот стихиры, как-то их воскресные, очень люблю. Они мне очень нравятся. А каноны так себе не моё. Не понимаю. Поэтому соотносите со своими возможностями всё это. Там, конечно, здорово бы каждое воскресенье быть на службе. Но, смотря какой храм вы найдёте. У меня многие прихожане, особенно там, не знаю, многодетные, они приезжают иногда буквально к середине, там, ближе к концу службы и причащаются с детьми сразу же. И потом могут уехать сразу. Ну, по-всякому. Или остаются чай пить. Ну, по-всякому бывает. Всегда ли мы должны говорить правду людям, которым не хочется всё рассказывать о себе? Не хочу сообщать о своём переезде двоюродной родне в их регион. Они ни разу не ходили на могилы моих родных. Не обязательно всё кому-то рассказывать. Я вообще не люблю рассказывать что-то лишнее о себе. Мне вот тут начинают писать. «Батюшка, а хотелось бы увидеть вашу жену, как она ведёт себя и как-то... А вот с чего я должен показывать свою жену? Захочет она показаться? Пусть показывается. Почему я должен вам показывать детей, жену? Собаку видели, и то она сама лезет. Я вам нарочно её и показывать не буду». Знаете, где-то в записке... Знаете, слушайте, в поисковик Google, если забить Александр Востродымов, то первой строка будет «жена». Востродымов Александр, священник Александр Востродымов – «жена». То есть всем почему-то интересно, какая у меня жена. Хорошая, красивая, умная и добрая. Всё. Достаточно? Ну, не хочу я рассказывать никому, потому что об этом. Ну, просто мне неинтересно рассказывать. Я не вижу в этом необходимости. Также рассказывать в своей жизни, что я куда пойду, что я буду делать. Вот захочется мне кому-то сказать, я скажу. Если нет, то нет. Иногда я, знаете, когда люди любопытствуют, я могу, чтобы не обидеть человека, и не врать, я отвечаю общими фразами. «Ой, привет, а ты куда идёшь?» «Да сейчас, ты куда идёшь?» «Да сейчас приду». «Да туда». «Да сейчас приду». И вот общими фразами могу отделаться, и это тоже искусство такое. Можно научиться, чтобы не посвящать людей свои дела. «Что есть блуд?» «Жила в блуде семь лет, родила двух детей, всё это время молилась за мужа, и он внезапно решил креститься, а потом мы обвенчались. Если бы меня не допускали к чаше, это бы не случилось». Нет, это не является блудом. Если мужчины и женщины много лет живут вместе, и нажили детей уже, у них есть там ребёнок уже, но муж, допустим, не хочет венчаться, а жена хочет, хочет оформить свои отношения официально, то вот жена может причащаться, а муж не может причащаться, потому что он не хочет жениться. Он вот именно причина. А вам можно будет распрещаться, даже если... Потому что не бросать же мужчину с детьми, понимаете, и родить детей стоит продолжать брак. Это давно уже, об этом говорилось много раз. «Как читать Евангелие, если местами это получается механически?» Что такое Евангелие с комментариями? Они разные, комментарии? Да, комментарии совершенно разные, толкования много-много-много на Евангелие. «Читать Евангелие». Ну, просто пробуйте разные переводы, может быть, какие-то, какие вам лучше приходят. Но я стараюсь Новый Завет прочитать в течение месяца, прочитывать каждый месяц весь Новый Завет. Иногда быстрее даже. Дети, что, Боньку закрыли? Вы заперли Боньку? А почему она скулит? Бонька, иди сюда. Ты что скулишь? Чего скулишь? Иди сюда. Иди сюда, собака. Не скули. А водички у нее нету. Сейчас я налью водички. Бонька, давай сейчас тебе водички налью. Вот она что скулит. Сейчас, секундочку. Сейчас налью собаку. Сейчас, Бонька. Иди. Боня. И водичку. Так, поэтому Евангелие. Ну, очень хорошо, когда есть какой-то евангельский кружок, когда можно вместе читать Евангелие, обсуждать. Тогда легче понимать Священное Писание, когда есть евангельские кружки, библейские кружки, когда собираются несколько человек вместе и читают Евангелие. У нас не... Это не в нашей традиции. У нас нету такой традиции в России. Только-только зарождается это. Но традиция замечательная, когда есть или на приходе библейские кружки и вместе собираться, читать Евангелие совместно, как мы его поняли, смотреть толкования какие-то. Замечательно. Так. Как вы понимаете духовный блуд? Я не понимаю, что такое духовный блуд. Мы не молимся умершим людям, но людям живым. Так. В храме поговорила во время службы женщина, которая хочет умереть от суицида. Это плохо? Она не крещеная и не планирует креститься. Тихо, никому не мешала. Нет, я бы тоже, если я вижу в каких-то случаях, когда это необходимо, я могу поговорить с человеком, даже если идет богослужение, ну, если в этом есть необходимость какая-то, у человека беда какая-то. Я вижу там, иду по храму с каждением, да, с каждым богослужением совершаю, и тут вижу, что у какого-то стоит человек, но видно, что у него реальная какая-то проблема. Я с ним поговорю, потому что у него какая-то беда случилась. Даже если это кому-то помешает, но просто надо оценивать риски, то есть, от чего больше пользы будет, от чего больше вреда. Так, как понять, если хотел из монастыря и тут встречаешь человека, как понять от искушения или воли Божьей человека в смысле влюбляешься. Нет, понимаете, что касается монастырей, у меня есть видео о монашестве. Если вас одна миллионная не хочет становиться монахом, то не становитесь им. Поэтому человеки, знаете, как говорю, если можешь не писать стихов, не пиши, можешь не пророчествовать, не пророчествуй, можешь не уходить в монастырь, не уходи, можешь не становиться священником, не становись. И здесь очень важно это. Посмотрите видео о монашестве, я там подробно этот вопрос разбираю. Поэтому, если у вас не думать искушение, это не искушение, может быть, наоборот, волю Божью вы можете спастись именно в браке, в семье, может быть, такова воля Божья. Вы же не можете сказать. О монашестве думают все верующие, хоть раз задумывались о монашестве, как правило. Вот я знаю, что всегда кто-то задумывался. Я тоже реально собирался стать монахом, несколько раз откладывался постриг. Я прям всем естеством своим жаждал монашества. Но потом, говорю, как я стал сильно болеть, когда больной вернулся, пока лечился, лечился, лечился много лет, и я уже произволение к монашеству перегорело, просто перегорело уже к монашеству, и тогда решил, что все-таки надо как-то устраивать жизнь свою, как-то надо начинать думать, как-то здесь одному жить неполезно, и тогда уже пришел к осознанию, что мне надо жениться. Навряд ли эта женщина пришла в храм за благословением на суицид. Наверное, все же она пришла на благословение за жизнь с Богом. Да, согласен. Как, по вашему мнению, ближе к Богу за двух людей тот, кто исповедует, спричается, но завидует, ненавидит, не живет по законам Бога, или тот, кто не исповедуется, не причается, но живет по законам Бога. Трудно сказать. Это, знаете, человек может пытаться, стараться жить, а у него не получается. Вот я с таким сталкивался, но не получается у человека. Человек всю жизнь прожил в грехе, у него как в беззаконии и зачатой в грехах родила мать, и весь находится в грехах, он с детства ничего любви никого не видел, а сейчас делает усилие над собой, ну, заставляет как-то что-то, ну, причащается, исповедуется, ну, хоть как-то жить в духовной жизни, работает как-то над собой, но у него очень-очень плохо получается. Трудно сказать, трудно сказать. С одной стороны, у нас есть апостол Павел, который говорит, спасаемся не делами, а только верой в Иисуса Христа. С другой стороны, у нас есть апостол Иаков, который говорит, что человек без веры, без дел мертва. И так, и так можете понимать. Нет ответа на этот вопрос. Подскажите, можно ли ходить в монастырь, где не принимают святейшую, не поминают святейший патриарх Кирилла? Так, ну нет, я не знаю, как, смотря где вы живете, как, очень сложно, тут монастырь, монастырь Ройс, если вы живете где-нибудь там в Европе, там, в Греции, там, я знаю, что в Украине тоже, по-моему, не поминают святейшего патриарха, ну и что, и даже, даже сам святейший патриарх разрешил молиться в тех храмах, где его не поминают. Даже он сам разрешил так вот, если уж на то пошло. А есть откровенные раскольники там, которые, знаете, ну там, православие головного мозга. Просто смотрите там, как это происходит. Так, мне 46, рак. Хочу любви, очень, но боюсь потерять венец детства. Как быть? Ой, не знаю, я не знаю, как быть. Потому что иногда, может быть, это гормональные проблемы, вот это вот, то есть хочется любви. Это иногда, иногда бывает проблема гормонов. У вас просто вот это очень трудно себя сдержать там. Плюс, когда онкология, там еще какие-то гормональные препараты могут вас выписывать, там все, что угодно может быть. Не знаю, ну и брак любой тоже хороший. понимаете, брак, рак у вас, ну, может быть, он все-таки излечим, есть на разных стадиях, он излечим, есть вялотекущий рак, есть, может быть, вы еще и ребенка сможете родить, кто-то, откуда я знаю. Честно супружество и ложе нескверно. А с другой стороны, если вы хотите, апостол Павел говорит, кто женится, тот поступает хорошо, а кто хранит детство, тот поступает лучше. Тут выбор между хорошим и лучшим. Тут нет, нет выбора между хорошим и плохим. Хорошие и лучшие. Вот так. Ну, по словам апостола Павла, так. Поэтому тут иногда бывают проблемы гормональные, все-таки иногда можно к врачу обратиться с этой, с этой, с этим вопросом. Когда вот эта жажда любви, иногда часто именно недостаток именно в сексуальном плане. И это происходит чаще всего, вот если то, что вы сказали, из-за проблемы, гормональные проблемы, и это все-таки иногда все-таки можно как-то купировать эту проблему иногда, чтобы избежать, ну, хотя бы, чтобы избежать луда, и чтобы нервоза, потому что от этого можно стать неврастенником от постоянно вот этого брани, брани, которые возникают у вас. С другой стороны, если есть хороший мужчина, который рядом с вами, с которым можно заключить брак, то почему бы нет. Монастырь – это не четыре стены и черная одежда. Думаю, если Бог будет вас призывать, вы не сможете отказаться, а монастырское устроение души может быть у мирского человека. Ну да, согласен. Монах Андроник очень агрессивен, если это он вообще, и в комментариях пишет, откровенно и грубо оскорбляет людей, которые высказывают свое мнение в совершенно агрессивной форме на тему СВО. Ну, знаете, у них просто на фоне своей заморочки, они очень, у них очень такая непримиримая позиция по этому поводу, но отец Андроник все-таки, нет, он никого, я не видел, чтобы он кого-то оскорблял просто, но мне отец Андроник очень нравится, мне очень он близок по духу. Почитала, была в шоке, смотрела недавно о нем видео, смотрела Савва Мажука. Отец Савва Мажука, да, ну, тоже вот этот, вот это видео я тоже смотрел, когда он критикует отца Андроника, и, ну, здесь я на стороне, Савву Мажуку я тоже слушал, часто читал его статьи, но здесь я на стороне отца Андроника, мне он ближе, мне кажется, отец Андроник глубже и духовнее и лучше понимает Евангелие, чем отец Савва Мажука. Ну, мне он по духу ближе даже, чем Савва Мажука. Человек может увидеть ангела, наверное, может, проблема Ико не в том, что рождаются какие-то не такие дети, а в самом процессе оплодотворения. Да, согласен. Так, друзья, давайте, наверное, уже два с половиной часа, мне надо будет, наверное, заканчивать, вопросов очень много, давайте на пару вопросов еще отвечу, и все. Я к тому, что Вы только что порекомендовали смотреть его монаха Андроника и видео о предчастии, а стоит ли, если он страшно себя ведет для монаха Отшельника? Да не страшно он себя ведет, вам не нравится, а мне нравится. Понимаете, Ну, кто-то говорит, что отец Андрей Ткачев себя ведет ужасно, а кому-то нравится, понимаете, ну, кому-то нравится, позвольте людям совершать ошибки, позвольте людям иметь собственное мнение, ну, нравится от кому-то отец Андрей Ткачев, а кто-то начинает, вот он такой сякой, разэдакий там этот, а людям нравится, пусть нравится, кому-то кто-то, может быть, через него Господь и через него откроет ему частичку благодати. Кому-то вот кто-то ругает Востродымова, Востродымов еретик такой сякой, разэдакий, ну, ругает, а кому-то нравится, кто-то пользу получает от проповеди Востродымова. У каждого свое, то же самое здесь, вот кому-то отец Андроник, а кто-то его на дух не переносит, кажется, он ему слишком слащавым как-то, кому-то так кажется, кому-то Андроник кажется грубым, а кому кто-то, наоборот, для кого-то отец Андроник, он прям вот эталон христианской жизни. Просто я рекомендую, потому что мне он нравится. Ну, допустим, отца Андрея Ткачева я не рекомендую, не то чтобы, я считаю, он там плохой такой-сякой, просто мы с ним, ну, по-разному как-то понимаем христианство. Но у него тоже есть право на жизнь, и многим он помогает. Ну вот, ну так, ну вот так вот. Кому-то вот, говорит, я, например, я люблю отца Алексея Уминского, я люблю отца Иоанну Гуайту, мне нравится отец Петр Мещеринов, отец Георгий Митрофанов, там отец Дмитрий Першин, ну вот отец Виктор Гавриш, ну мы с ним одного духа, так сказать, понимаете. И вот отец Монахандрон, того же духа, близки мне. Ну, другое. Кому-то нравится отец Дмитрий Смирнов, кому-то там отец Андрей Ткачев, там отец Артемий, не знаю, ну, разные у людей вкусы. Ну, пусть остатут все цветы, пусть религии соревнуются в любви, пусть священники соревнуются в любви, вот так вот. Батюшка, за стрижку мне высказали сами две монашки, те, кто там поют, что это грех, так написано в перечне грехов, что я не молодая, а для мужа, и мне самой чувствую в душе лет на 30. Да монашек не слушайте, как правило, в монастырях, понимаете, там нет духов, они не получают духовного образования, а пытаются из себя изобразить духовных наставников. Никто, никто им, церковь им не поручила наставлять людей в духовных жизнях. А вот эти книжки грехов давно уже, уже о них высказались, кто только по ним не прошелся. Я категорически против вот этих книжек с перечислениями грехов, категорически. Изведуя грех батюшка, опыт построения исповеди, все вот эти вот, все вот эти, общая исповедь. Вот эти книжки, я категорически против них. Они мешают только настоящему покаянию. Они сводят покаянию, покаянию просто к отчету о проделанной работе. Их просто приводят людей в неврастеническое состояние. Поэтому не знаю. Пусть они, нравится им читать эти книжки, пусть читают. Поэтому проблема с мастырями. Вот почему я говорю. Отец Андроник, он лучше разбирается меня, лучше меня разбирается в вопросах молитвы, внутреннего делания, борьбы со страстями и так далее. Вот таких вопросов. Но я лучше его разбираюсь в вопросах семейной жизни, в вопросах организации приходской жизни, в вопросах взаимоотношений людей на работе, в таких коллективах. Понимаете? У каждого свое. И монахи, они не разбираются в вопросах семейных отношений. Поэтому не надо им задавать вопросы о семейной жизни. Ну, потому что они в силу своей особенностей своей жизни не знают, как жить. Они только знают на теории. Хотя вот у меня в Псково-Печорском монастыре там духовник Мирян, который принимает Мирян, старец, отец Иона, он был приходским священником у нас в деревне Волгоградской области. Это друг моей мамы. У них в деревне он был, их батюшка, отец Василий он был. Вот он, отец Иона, он принимает Мирян, чтобы общаться с ними. Почему? Потому что он сам много лет был женат, и жена не выдержала жизни в деревне, куда его сослали, там, где Макар телят не пас. И она не выдержала, забрала четырех детей и уехала. И вот он принял монашество, и теперь вот у него есть опыт хотя бы семейных отношений каких-то. Вот, и он принимает людей. А если у человека нет опыта семейных отношений, что он может сделать? И монашек тоже слушайте поменьше в этих вопросах. Они пусть учат духовности именно молитве. Еще вопрос, батюшка. Мы с супругом причащаемся очень редко, раз-два раза в год, потому что нам тяжела подготовка. Три дня поста, вычитывание всех канонов. Еще сейчас грудной ребенок. Как быть? Бонька, иди сюда. Что там у тебя? Ну, у меня есть видео о Евхаристии отдельно, это вопрос. Поэтому мне кажется, что вот та подготовка к причастию, вот эти три канона, это все-таки пришло к нам, знаете, больше откуда? Что там у тебя? Что ты так грызешь? Бонька? Пришла к нам во время так называемого евхаристического охлаждения, когда люди причащались раз в год. Ну, естественно, если ты причащаешься раз в год, то давай как-то хоть подготовься к этому. А если ты причащаешься на каждой литургии, то зачем тебе 100 канонов вычитывать? Лично я не знаю ни одного священника, который вычитывал бы три канона перед причастием. Обычно только последования, а некоторые даже последования не читают. Я перед причастием тоже не читаю последования, но я читаю Евангелие перед причастием. Всегда много-много Евангелия. Вот пластмасс какую-то съела собака. Нельзя. Нельзя все боку есть. И поэтому смотрите, как, ну, понимаете, вы смотря куда, ну, смотря какой священник будет, некоторые священники требуют неукосительно быть на всенышный, прочесть все каноны. А я считаю, что человек должен настроить душу на причастие. А как он будет делать это, это его касается. Будет читать Евангелие, читать Псалтирь, прочитывает там сто канонов, делает тысячу поклонов, прочитывает там 500 Иисусовых молитв. Не знаю, вот важно, чтобы он настроил душу на причастие, чтобы приступить с верой и страхом Божиим. Вот что главное. А есть вот такие традиции, есть такие традиции, но каноны, не знаю, я не очень люблю каноны. Мне византийская поэзия, я небольшой любитель византийской поэзии. Спасибо от всего сердца за ответ. Очень спокойно было задержано. А в Пересветово всенышные большие не служатся? Посмотрел расписание на январь, там только литургия. Да, мы всенышные там не служим вообще, но он как бы считается приписным храмом, по сути. Ну, потому что настоятель, там отец Максим Брусов, он настоятель трех храмов одновременно, а я в клире храма его, то есть я служу там, в его храмах, там как-то заменяю его, так сказать. Всенышные служат только в Троицком, а в Дмитрове, а здесь не служатся. Так, спасибо, ваша мама. Скажите, батюшка, вы обижались когда-нибудь на своих родителей? Ну, в детстве. Может, когда ты был маленький, мог обижаться когда. Ну, знаете, у меня дедушка говорил так, на обиженных воду возят всегда, на обиженных воду возят, ну, что толку обижаться на кого-то? Понимаете, если бы я обижался на родителей, я бы не смог состояться как человек. Обиды на своих родителей перечеркивают всю нашу жизнь просто. Они рождают вот все эти комплексы детские, мы начинаем обижаться, кому-то пытаться что-то доказывать. Вместо того, чтобы жить просто, просто жить и радоваться жизни, мы пытаемся кому-то что-то доказать. Я не такой, как мой отец. Отец мой был алкоголиком, а я никогда не буду пить. Вот, моя мать все время ругала всех, а я не буду своих детей ругать, чтобы не быть, как моя мама. Ну, зачем так? А если принимаешь родителями такие, какие они есть, я вижу недостатки. У моей мамы вот такие есть недостатки. У моего папы такие есть недостатки. Но яйца курицу не учат. Я не буду пытаться их воспитывать, перевоспитывать своих родителей. Они такие, какие есть. Я люблю их со всеми их тараканами. Вот у меня, знаете, папа курит и пиво любит очень пить. Очень любит пиво. И, значит, дети приходят, могут там, дедушка, ты опять куришь. Дедушка, не кури это. Потому что в моем окружении никто не курит вообще. Дедушка единственный, кто курит. Он, да, да, детки, я знаю, что нельзя курить. Ну уж. И вот они, он курит, да. Вот это сам дедушка от тебя сигаретами воняет. Они, внучки постоянно ему это замечают. Но, понимаете, да, у него есть такой недостаток. Но что же мне его ругать за это постоянно? Но он сам решает, это его здоровье. Что, я его должен воспитывать, что ли, своего папу? Нет, конечно. Я его принимаю такой, какой он есть. Со всеми его достоинствами, со всеми его недостатками. И благодаря этому я могу быть счастлив. И у мамы видеть и достоинства, и недостатки. Я не пытаюсь кому-то что-то доказать. Я просто живу и люблю своих родителей. Как отличить благовение от впадения в прелесть? Да, не заморачивайтесь над этим. Благовение, понимаете, когда вы применяете это к себе, это благовение. А когда вы начинаете принимать, применять это к другим, тогда это прелесть. Когда вы начинаете замечать других, когда вы по благовению встаете на колени, перед, не знаю, перед святыми дарами, перед Богом, перед иконой даже, по благовению, это благовение. Когда вы смотрите, а вот этот зараза не стал перед распятием на колени Вот он вот такой сякой, вот это уже прелесть Пока вы это в других не замечаете, это хорошо, а пока иначе это прелесть Можно ли молиться о дровании мужа? Да, можно, можно и нужно, я считаю, что можно и нужно Но пока вы молитесь об этом, готовьте себя, чтобы стать идеальной женой Чтобы стать настоящей христианской женой Молитесь более об этом, чтобы вы сами стали настоящей женой Чтобы научились терпеть, прощать, любить, любить по-настоящему Учитесь любить пока сейчас, научитесь любить всех Научитесь любить коллег по работе, не знаю, продавщицу в пятерочке Кондуктора в автобусе, своих родных, братьев, сестер Маму и папу прощать и любить, научитесь Учитесь пока любить Потому что самое главное в семье это любовь Чтобы если была бы у вас любовь Но тренируйте свою любовь, отрабатывайте приемы любви пока вот на этом Будет ли вас раздражать, если муж будет, я не знаю, носки разбрасывать Будет? Злиться будете на него Ну и вот приучите себя, что заранее, что я буду стараться не злиться на это Буду кротко, ему если что-то меня раздражает, я его обниму и спокойненько скажу Дорогой, пожалуйста, ну клади аккуратно носочки То есть что-то иногда это меня раздражает, что приходится собирать за тобой носочки Ладно, миленький, хорошо, вот так-то Вот если у вас так будет, вы приготовите себя к этому Научитесь, не знаю, вот если вы Научитесь готовить хорошо, пригодиться в семейной жизни Научитесь убираться, научитесь стирать, научитесь всему, что вам может пригодиться в жизни Научитесь не раздражаться, когда вы не спали Потому что у вас всю ночь срезали зубки у ребенка Плакал он, просыпался, ночью не спал Научитесь не раздражаться, прощать, утешать, успокаивать Научитесь понимать человека, считывать его мысли по его поведению, по его мимике Вот так, научитесь доверять Просто готовьте себя к этому И молитесь, чтобы Господь дал того, с кем вы вместе будете спасать свои души Кривой рук Причем тут монашки и батюшки Можно носить крашеные волосы и стрижку, чтобы подцепить и сблудодействовать Тогда стриженные волосы – это ваше намерение, которое ведет ко греху Но это не сам грех Нет, вы понимаете, да никто не делает стрижки, чтобы кого-то соблудить Чтобы соблудить, делают, что там эти силиконовые губы себе делают Сиськи силиконовые какие-то делают, чтобы кого-то соблазнить Ну и, наверное, это что еще делают А стрижку делают для себя женщины Вы же сами, вот Анастасия – женщина Вы же сами понимаете, что это делает только для себя Чтобы чувствовать себя уверенной, не для того, чтобы соблазнять Каждая женщина хочет быть красивой Губы, конечно, вот это уродство Это просто, мне кажется, просто уродство какое-то Я не знаю, кому могут нравиться вот эти вот толстощекие губошлепы Я не понимаю Просто еще там закачивают туда вот этот весь какой-то силикон Я уже не знаю А, ботокс, да, там делают Не знаю Поэтому и красят волосы не для соблазнения Но чтобы просто чувствовать себя уверенней Именно любви, конечно, хочется с детства Одиночество пугает Но вот то, что я сказал вам То есть, вот, смотрите, то, что вот я написал Вот Надя писала Можно ли молиться о даровании мужа? То, Марина Шиповала, вам тоже самое подходит Вот то, что готовьте себя Все равно, если вы чувствуете предрасположенность к монашеской жизни То идите путем монашеской Если вы чувствуете, не чувствуете этого То, наверное, все-таки, может быть, ищите семейной жизни Потому что неполезно бывает человеку быть одному Почему я вот сам решил жениться? Потому что вроде я жил нормально Не блудил, не пьянствовал, не курил Спортом занимался Причащался на каждой литургии Все у меня вроде ровно по жизни, как говорят Да, так, по пене Все мне хорошо Но я чувствую, что я живу для себя Что мне Я должен нести ответственность за других людей А для этого мне нужна семья И у меня появилась семья У меня появились мои девчонки Жена, две дочки Вон собака даже появилась И я за них несу ответственность И я чувствую от этого огромную пользу Потому что несу ответственность за других людей Привет, Сакар Твелла, Грузии Привет, Грузии Камар Чоба С раком борюсь год Решилась на операцию Рак излечим В любви и радости я в скид благословите Ну, понимаете, в том-то дело О монашестве посмотрите Если вы желаете монашества Если то, становитесь монахом Если у вас сомнения То монахом не стоит становиться Поговорите об этом с Богом Надо как-то просто Уделите время какое-то Встаньте прямо на колени перед Богом И проговоритесь с Богом Прямо от всего сердца От всей души Так, муж часто пьет Еще к пьянству добавился блуд Вроде простила Но когда он пьет Меня посещают мысли Что надо было отпустить его к любовнице Как поступить, не знаю Ой, это очень сложный вопрос Потому что тут надо именно разговаривать с вами С вашим мужем Это кто-то Надо вам с кем-то все-таки поговорить С семейным психологом поговорить С хорошим Там есть хороший такой психолог Если есть семейный духовник Если муж верующий То еще лучше Поэтому обязательно надо с кем-то поговорить Ну а так, понимаете, блуд Вот Помню, одна женщина тоже говорит Переболела всеми венерическими заболеваниями А мужу говорил, что это ты Представьте, в глаза говорит Она говорит Я никогда не изменяла мужу Раз заболела Венерическим заболеванием Я к мужу А он на меня вот в открытую Начинает Говорит Это ты где-то там шлялась И ты меня заразила Она говорит Ну я не шлялась И он настолько вот Упорно там пытается объяснять Что она просто как-то сдавалась даже Говорит И переболела всеми венерическими заболеваниями Так нафиг надо Такой брак Если муж налево ходит Как тут Там Одну измену можно простить А если систематически С пьяным И начинается блуд Тут не знаю Представьте А спидом заразит он вас Да не дай бог И будете потом всю жизнь страдать Не, не надо Так Я тоже хочу любви И вряд ли есть человек Кто к этой Любовь не ищет Прежде всего Любовь должна Изливаться Из наших душ Да Андроник Милый дедушка Мороз Спас меня Да Мне тоже очень нравится Андроник Так 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 Давайте Сейчас Так Давайте А я любитель Византийской поэзии Теперь Что отец Александр Мне враг Это личное дело Каждого Ну да Вот кому-то нравится Византийская поэзия Мне не нравится Вообще Вот например Мне не нравится Поэзия эпохи Возрождения И древнегреческая поэзия Мне не нравится Катул Мне не нравится Софокл Мне не нравится Поздние там Не знаю Петрарка Данте Ну не понимаю Можно сказать Это гораздо Лаконичнее Гораздо Проще Короче Ну не нравится А поэзия Серебряного века Мне очень нравится Я люблю Николая Степановича Милева Мне нравится Блок Ну не знаю Мне Саша Белый Нравится Там не знаю Даже Саша Черный То есть нравится Андрей Белый То есть Саша Черный Нравится Хлебникова Очень люблю Так Живу в Гомеле Гомеле Отец Мажука Мне не нравится Не сам он Не его проповеди А то как он Продносит проповеди Он зацепил Не зацепил Он меня Выбор И поиск Своего проповедника За каждого христианина Ведь так Абсолютно так Понимаете Не открывайте Совести твоей Тому Кому не открывается Сердце твое Поэтому пусть Вот вам открывается Что-то Близок по духу Да Простите Простите Последнее время Что-то этот VPN Опять вот Зависал Как любить Людей Если тебя на работе Подставляют Ради Своей выгоды Ну с самого начала Я же об этом говорил Ну как вот Любить людей Ну жалко же вам людей Потому что они же Сами страдают От этого Никто не хочет Быть плохим Никто не хочет Творить зло Никто не хочет Никого подставлять Но люди Оправдывая себя Творят Какие-то беззакония Делают Какие-то грехи Ну вот Вот так вот По слабости Вы же себя Прощаете Ну и вот Так же Прощайте Других Прощайте Право На ошибку И себе И другим Бога Нет Никто Никогда Не видел Же Его Бога Слово Бог пишется Обычно С большой Буквы Ну ладно Нет Знаки Препинания Никто Надо писать Никто Одним словом Никогда Никогда Не видел Уже правильно Написали Там просто Неправильно Написали Частицы Ну смотрите Атомы тоже Никто не видел Ну и что значит Атомов нет Ну вот Кто-нибудь Видел Атом Нет Батюшка Душевно Благодарю вас За ответ Вот Ответ Пишет Если вы Бога Не видели Это не значит Что Бога Нет Вы меня Не видели Но я Есть Согласен Как Не знаю Что Сказать Как Тогда Идти На Причастие С формальной Исповедью Попробуйте Найти Храм Где Нет Обязательно Исповеди Без Причастия Перед Причастием Это тоже Ну попробуйте Вдруг Попадется Такой Храм В большом Городе Это Есть Возможность Такая У нас В храме Нет Обязательно Исповеди Перед Причастием Для Постоянных Прихожан Постоянные Прихожане Они Сами Знают Когда Им Надо На Исповедь Особенно Это касается Детей У нас Дети Знаете Вот У них Более Осознанно Стало Это Они Приходят Говорят Батюшка Ну Обычно Даже Пост Службы Дети Приходят К причастию Уже Редко Приходят К началу Службы У нас Исповедь Перед Литургией И они Редко Успевают На Исповедь И Если Кто-то Хочет Бывает После Службы Подойдет Кто-то Из Детей Батюшка Мне Надо Отец Александр Мне Надо Поисповедоваться Ну Пойдем Поисповедуется Он Если Когда Сильно Виноват Чувствует Что У него Прям Серьезная Проблема Сделал Какой-то Большой Грех И Вот Тогда Он Идет На Исповедь Мне Нужна Исповедь Мне Кажется Это Очень Правильно Что Он Не Так Они Причаются На Каждой Литургии Детки И Приходили И Говорили Это Формально Согрешил Деланным Словом Помышлений Маму Не Слушался В среду Сардинку В среду Нарушил И Ссорился И плохие Слова Говорил Все Ну Вот Это Формальность А так Он Пришел За каждой Мелочью Не бегает На Исповедь А Приходит Когда У него Действительно Проблемы А для Маленьких Грехов У нас Есть Ежедневное Покаяние Наше Личное В чем Мы Виноваты Там Даже Вот В Вечерних Молитвах Есть Ежедневная Исповедь Там Написано Делом Словом Помышлением Раздражением Разнословием Унынием Леностью И так Далее Вот Это Мы Каемся Поэтому Если Есть Возможность Поищите Может Найдете Храм Где Нет Обязательной Исповеди Перед Причастием Об этом Много Говорили Отец Алексей Уминский Об этом Говорил Отец Павел Великанов Об этом Говорил Отец Петр Мещеринов Об этом Говорил Многие Много Из отцов Которые Этот вопрос Поднимали Даже Батюшка Я Стригусь Потому что Очень сильно Выпадали Волосы Во время Ковида И больше Не растут Чтобы Выглядеть Чуть лучше И не Лысый Спасибо вам За ваши ответы Я из Украины Еще раз Спасибо Да конечно Не переживайте За этого Просто Старайтесь Чтобы В духе Возрастать Украшать себя Не внешним Плетением Волос А сокровенным Сердцем Человека В нетлении Кроткого Молчаливого Духа А разве Плохо Жить Для себя Ведь Все равно Есть Близкие О которых Заботишься Но если Не умеешь Любить Себя Жить И для Себя Тоже То и Другим Не Дашь Жизни И любви Вот В том Ты Дело Надо Научиться Любить Себе Образ Божий И ненавидеть Себе Грех То есть Мы Тоже Шедевр И вы Тоже Шедевр Бога И другой Живя для себя Вы не сможете Быть счастливым И надо Жить так Чтобы Себе Не принадлежать Это лучший Способ Вот Мне кажется Живешь Счастливо Когда Себе Не принадлежишь Конечно Надо Понимать Своё Предназначение Планы Бога Относительно Своей Собственной Жизни Господи Какие У тебя Планы Относительно Меня И осознавая Это Стараешься Как-то Соответствовать Этому Плану Вот Своему Предназначению Для чего Я живу И В чём Смысл Моей жизни В чём Моё призвание Это конечно Необходимо И Здесь Надо Реализовываться Стараться Но Жить для себя Нет Мне кажется Это Не помогает Это Не будешь Счастлив Тогда Надо Забыть Саму себя Для примера Жизни Для себя Вот Я приводил Вот пример Доктор Лиза Которая Казалось бы Тебя дети Дома ждут Тебя там Муж Там все дела Куча дел Живи то для себя Она ездит в Африку И там детям голодным Помогает Там лечит их Бесплатно И в итоге Разбивается Умирает Молодой Ну вот так Ну вот Это счастливый человек Счастливый человек Естественно Себя надо Любить Но Образ Божий Тогда И в другом Вы увидите Образ Божий И возненавидите Грех Так Я именно Отношения Это жилье Добиться И приехать Досматривать Служить И семье своей Принадлежите Оставит человек Отца И матерь Свою И прилепиться Жене своей Будут двое В плоть Единую Сам Господь Заповедал Так И Вы же ей Тем более Дали возможность Говорит Приезжайте К нам Если она не хочет Ну как Семью Не имеете права Бросать А если муж Не выдержит И уйдет К другой Нет Вы не имеете Права Так Не позволяйте С собой Манипулировать Не надо Можно Себя Понимаете Уступать Другим Служить Близким Это надо Но нельзя Позволять Собой Манипулировать То есть Внушать Вам что-то Чувство вины Постоянное Какое-то Или еще что-то Не позволяйте Это делать Когда вам Кто-то Начинает Внушать Чувство вины Что вы На пустом месте Виноваты Батюшка Очень рады Присутствовать Прямо Так Я сегодня Прочел Три канона И последователь Для причастия Литургия Воскресения Правильно ли это Ну смотрите Какая разница Просто Вам важно Настроить душу На причастие Как вы это будете Делать Не важно Вам важно Приступить с верой И страхом Божиим Как вы этого будете Добиваться Это дело ваше Просто есть Определенные правила Для человека Который вообще Ничего не знает Не знает Как настроиться И вот есть Определенные Уже наработанные Правила Вот это Следуйте Наработанного Правила Если у вас Нету Других Не знаете Как вам Поступить Поступайте Формально Если вы знаете Как поступить Поступайте По духу Ну и здесь То же самое Смотрите Сами Я же Не знаю Как ваши Души Что Я не вижу Вашу душу Я не знаю Готовы вы Или к этому Есть у вас Вера и страх Божий Или нет Кому-то вообще Ничего не надо Читать У него и так Вера и страх Божий Рождается Просто при словах Со страхом Божиим И верой Приступите И все Он уже Он уже Полностью Сосредоточен На причастии Он соединяется Со Христом В таинстве А кому-то Сто канонов Вы читаете То мало Помолитесь Пожалуйста За раба Божия Максима О благополучной Дороге Сейчас только Поехал В дальнюю Очень важную Сторону Помоги Господи Ангелы Хранители Вера Вера состоит В том Что мы Не видим То Во что Мы верим А наградой За это То что мы Видим То что Мы То во что Мы верим Да здорово Здорово Сказано Давайте на этих словах Закончим Хорошо Слова замечательные Давайте повторим Вера состоит В том Что мы Не видим То во что Мы верим А наградой За это То что Мы видим То во что мы верим поэтому 0 друзья научитесь прощает научитесь любить научить давайте будем учиться не видеть в человеке врага у нас нет врагов следить среди людей наша в брань не против плоти и крови но против начала им против властей миродержители тьмы века сего против духов злобы поднебесных против них наш вражда а люди и даже если творящие лютое зло это слепые слепые орудия дьявол иметь бог мне ими дьявол манипулирует но бог желает спасения каждому человеку бог желает чтобы каждый человек спас и пришел познание истины и вы тоже молитесь больше всего за тех кто больше грешит они больше нуждаются вашей молитве храни господь